Спасибо, что пришли все равно в такую погоду. Безусловно, тема вызывает огромный интерес, и мы рады видеть здесь людей из городских проектов. Я знаю, что здесь много волонтеров городских проектов. Хотим сказать им спасибо за ту деятельность, которую они делают. Ну и, конечно же, большое спасибо Илье и Максиму за то, что нашли время прийти сегодня, рассказать о своей деятельности, рассказать о своей замечательной инициативе городские проекты. Передаю слово коллегам. Начинаем. Кто начнет? Илья, Максим? Я начну, мне немножко рано, мне надо подключить сначала здесь оборудование, так что вы пока еще нас попредставляете. Ну, по поводу городских проектов, да, расскажите. О, работает? Как-то громко, да? Раз, раз, его. Супер. Пока Максим готовится, немножко расскажу, с чего все это дело началось. Я... Нам скоро будет год. В апреле прошлого года я опубликовал в своем блоге пост «Десять шагов Москва для людей», который мы предварительно сейчас с Максимом над тем долго тем обсуждали, и там мы выдвинули некоторые тезисы, как, на наш взгляд, можно улучшить кардинальным образом ситуацию в городе, каким проблемам стоит привлечь внимание, и что и как сделать. В основном там были транспортные проблемы, общественные зоны и так далее. Может, кто-то после читал, помнит. Это стал одним из моих самых популярных постов в моем блоге, его прочитало порядка миллиона человек в течение, там, нескольких недель. Там была куча комментариев, живые дискуссии. Тогда я понял, что тема актуальна, люди действительно начали в последнее время замечать, что вокруг что-то не то, что как-то неудобно ходить по улицам, что какие-то вещи неправильно, некрасиво, грязно и так далее. Мы решили организовать фонд «Городские проекты», с помощью которого привлекать внимание к каким-то проблемам, пытаться их решать. Решать проблемы мы пытаемся, то есть многие нас упрекают, но вот возьмите что-то там и сделайте. Мы сразу говорим, мы не проектная организация, мы не пойдем класть плитку правильно, мы не пойдем что-то строить и так далее. Мы можем к актуальным, на наш взгляд, проблемам на основе мнения нашего экспертного совета, на основе наших исследований, которые мы проводим с волонтерами, на основе работы нашей социологической службы, мы можем предлагать некоторые проекты, некоторые решения и давать свою повестку дня, создавать общественный запрос, чтобы власти к этой повестке дня прислушивались. Для этого у нас есть хороший инструмент, у нас есть большой медиаресурс, мой блог, блог Максима, читают очень много людей, поэтому нам как-то удается какие-то вещи делать. За первый год у нас, по-моему, довольно неплохо все это получилось, учитывая то, что мы начали совсем с нуля, мы сформировали прекрасный экспертный совет, про который Максим расскажет. У нас много авторитетных специалистов в разных областях, которые помогают нам как раз наше решение обосновывать, готовить на проекты. И то, что мы предлагаем, это не просто наше мнение, потому что мы прекрасно понимаем, что ни я, ни Максим, мы не специалисты по каким-то узким вопросам, поэтому мы опираемся на мнение наших экспертов. У нас проведено массу исследований, в основном в районе Щукина, потому что Максим Евгеньевич, он больше всех полюбился. У нас было несколько акций завершенных, например, мы привлекли внимание к парковкам на тротуарах, которые были на Тверской, и во многом благодаря нашей работе от Пушкинской до Манежной площади эти парковки потом убрали. Может быть, кто-то помнит, и был на нашей выставке, провели большую выставку, где рассказали о том, чем мы занимаемся. В основном там были сравнения, что и как надо делать. Мы показывали, как какие-то вещи делать в европейских городах, что можно делать у нас. Там были в том числе и конкретные предложения. Примерно так все дело происходит. Вот у меня такой вопрос. У вас в блоге я прочитал пост по поводу навигации в московском метро и вообще навигации в городе. И стартовал пилотный проект на станциях Пушкинская, Тверская и Чеховская с наклейками на полу и так далее. Это реализация ваших идей? Нет, это никак не связано. Это делал департамент транспорта, пилотный проект по навигации в метро. У нас, опять же, есть проблема в городе с навигацией. Она глобальна, она не только в метро. Навигация должна быть, понятно, что навигация должна быть общегородская, на всем транспорте она должна быть одинаковая. Она должна быть понятна, интуитивно понятна любому иностранцу. Она должна быть удобной, потому что сейчас, если в метро вы спускаетесь, есть куча людей, не знают, куда пойти, смотрят наверх эти указатели. И мы просто рассказали, как это делается в других странах, что для этого делается, какими методами, как это может быть. Департамент транспорта, они решили начать двигаться в этом направлении, что правильно, они наклеили наклейки. Получилось вроде хорошо, они до сих пор держатся, дальше, наверное, будет как-то у них развиваться. Вы планируете как-то включиться в этот процесс на уровне консультаций или в любом другом, неформальных переговоров? Если к нам обратятся за помощью нашего экспертного совета, за нашу помощь, за каким-то анализом, который мы можем провести, мы с удовольствием поучаствуем. Пока к нам никто не обращался, я думаю, на таком вопросе они сами все отлично сделают. Да, наконец тут настроились. Я никогда в таком формате раньше не выступал, какие-то столы, микрофоны, поэтому не знаю, как пойдет, но что-нибудь попробуем порассказывать. Во-первых, тут вот, не знаю, должен ли я тут заниматься организацией, но я тут вижу, что к 10 мест около микрофонов свободных, а вот там я смотрю, люди без микрофонов сидят, может вам стоит сюда поближе пройти, а то указываю, что никого нет, и как-то пусто. Значит, дальше, я вот, нельзя, да? А, ну вот, ну ладно. Значит, а там сзади, ну ладно. Дальше я вот не знаю насчет формата, как лучше сделать, я могу где-то минут на 40 порассказывать, откуда это мы вообще такие взялись, и что собираемся делать, и почему, и что тут не так, и что мы предлагаем. А если вы все это и так знаете, так как вы читаете блоги, то можно сразу перейти к вопросам. Как лучше? Порассказывать или... Немножко можно, да. Немножко порассказывать? Немножко не могу, у меня тут это... Я уже сегодня и так сокращал, сокращал, и получилось 100 фотографий вместо 200. Ладно, порассказываем. Значит, ой, нет, или не будем. Все выключилось. В общем, он тут... О, не хотел показывать эту фотографию, этот нам компьютер. Значит, кто читает мой блог и вообще что-то читал про меня, я там в блоге регулярно об этом пишу. Возможно, знаете, что я бывший профессиональный игрок в покер, и даже бывший чемпион России по спортивному покеру. Когда проходил первый чемпионат России по спортивному покеру, я там участвовал и выиграл. Покер был в России спортом в чего год, поэтому я остался единственным чемпионом России по спортивному покеру. После чего он стал азартной игрой, его запретили, и теперь, в общем, уже не может быть другого чемпиона России. Ладно. Значит, покер был для меня бизнесом, и после того, как я некоторое время занимался тем, что профессионально в него играл, для денег, не потому что у меня там какие-то потребности, значит, игровые, а просто у меня надо было как-то делать деньги на жизнь. Я построил бизнес, сейчас это само работает, приносит мне деньги. Это, в общем, компания, которая занимается финансированием участия покерных игроков в покерных турнирах. Это не имеет никакого отношения к нашей текущей встрече, но надо об этом рассказать. После того, как это все дело, значит, как-то у меня заработало само, у меня появились деньги, и я стал пытаться позаниматься тем, что мне нравится самому и что мне самому интересно. Это города. Мне всегда было интересно, почему одни города лучше, другие хуже. Я бросил три вуза и так и не получил высшего образования до сих пор. У меня среднее образование. И, в общем, сейчас я начинаю думать о том, чтобы что-нибудь с этим попробовать сделать, потому что это может помешать на каких-то будущих проектах, но на самом деле не очень хочется, потому что вот те три вуза прошлые, в которые я ходил, мне показалось, что там какое-то сплошное лицемерие. Одни делают вид, что учат, другие делают вид, что учатся. Я надеюсь, что тут не так. Здесь я не учился, я про этот вуз не знаю, но в тех вузах, где я учился, там как-то люди на лекциях спали, на лекциях было как-то неинтересно, никто ничего не слушал, потом приходили на экзамены, что-то там списывали из книжки, профессора делали вид, что эта работа принята, и это считалось образованием. Мне это показалось странным, на это тратить время, я поэтому бросил все вузы. Ну вот, когда я закончил заниматься, не то, что закончил, а когда я занимался бизнесом, у меня появились деньги, чтобы заняться тем, что я хочу, я нашел себя в состоянии, что у меня нет высшего образования, и, в общем, знания мои простираются вот через те книжки, которые я там прочитал, и, значит, очень узкая специализация высокорисковых инвестиций. Думаю, я стал ездить по миру, искать там, ну что ж такое, искать людей, которые могут меня чему-то научить, и читать книжки, которые по темам городов могут меня чему-то научить. Сначала я наткнулся на датского профессора по имени Ян Гейл, я прочитал его книжку «Города для людей», позвонил ему и сказал, что мне это очень показалось интересным, нельзя ли с вами встретиться. Встретился, показал все еще более интересным, провел месяц в его офисе, и проходил у него личное обучение за деньги, потом я нашел профессора Вучика, это транспортный профессор американский, и к нему поехал на месяц, и у него, собственно, тоже учился. Это профессор Дональд Шуб, это человек, который 40 лет изучает парковки в разных городах, я и к нему ездил, правда, не на месяц, а всего на день, но тоже вот его книжка очень интересная. Это тоже датский профессор, к которому я ездил, и он меня водил по Копенгагену и показывал, что и как там построено, и почему вот это должно быть так, а это не так, и как сделать так, чтобы город был удобный. Интересный очень профессор, он ездит на велосипеде, приезжает в университет, кладет шлем на стол и начинает преподавать. Значит, в результате всего этого удалось кое-что узнать, как можно сделать города более удобными, я попробую сейчас кратко об этом рассказать. Значит, много тысяч лет города строились очень определенным образом, они делались так, чтобы быть удобными для людей, которые ходят по ним со скоростью 5 км в час. Ну, машин не было, быстрее, чем 5 км в час можно было перемещаться только на лошади, ну и города, поэтому устроились, у них был и радиус такой, чтобы можно было дойти пешком до любого места удобного, они обычно умещались в 1 км, ну, центр города, потому что это предел пешеходной доступности 500 метров. Ну и развивались они медленно, улицы получались узкие, застраивались они очень плотно, то есть не так, что стоял дом, и потом через 500 метров еще дом, а вот они, вот, это сейчас можно наблюдать на Кубе, потому что у них там не получился коммунизм, и поэтому у них города примерно в том состоянии, в котором они были до того, как, в общем, в них пришли автомобили. Вот это, опять же, Куба, значит, все это дело с градостроительством, вот все эти тысячи лет, оно характеризуется некоторыми там вещами, а одна из них это большое внимание к деталям. То есть вот эта вот городская площадь в очень бедном городе Кубы, ну, вот, тем не менее, лавочки там выглядят вот так, и их много, да, вот эта городская площадь в городе Сантьяго де Кубы, это вообще какое-то место, до которого можно долететь только на каком-то дряхлом кубинском самолете из Гаваны, на другом конце острова от столицы. Он очень бедный, там просто беднота, бюджет этого города, наверное, меньше, чем бюджет, там, двух улиц в Москве, но, тем не менее, у них вот такая центральная площадь, несмотря на то, что они бедные. Потому что большое внимание к деталям, когда города строились для людей, то вот очень тщательно планировали, чтобы было удобно людям в городах находиться. Ну, а это вот Москва, да, современные города, площади в современных городах выглядят как-то так, ну, то есть, если сравнить, здесь, вот, бюджет этой площади, он намного больше этого бульвара, да, чем вот этого, потому что вот мы тут можем видеть, что как-то происходило какое-то планирование, что здесь будет построено, да, то есть, вот, плиточка лежит разноцветная, там, фонари в каком-то одном стиле, однако площадь, на которой совершенно нечего делать, и совершенно незачем и неприятно людям находиться. Вот еще один, еще один ракурс этого дела. Значит, почему все это стало так получаться? Потому что в мире стал происходить процесс, который называется столкновение городов и автомобилей. Вот так выглядел Копенгаген в 1905-м примерно году, это я взял фотографию в музее, фотографии Копенгагена. А так он стал выглядеть в 60-х, потому что в город пришли автомобили, они стали заполонять с собой все пространство, и, значит, города стали как-то пытаться переварить вот это все, что, ну, вот этот новый способ перемещения по ним. А чем отличаются автомобили от всего, что было до этого? Тем, что они занимают намного больше площади. То есть, чтобы перемещаться на автомобиле и вообще пользоваться автомобилем для городских каких-то вещей, нужно намного больше площади, чем для того, чтобы ходить по нему пешком, либо ездить на автобусе. Вот эта картинка это очень хорошо показывает. А вот эта картинка, которая в Лондоне сделана, по-моему, в 58-м или 59-м году, Министерством транспорта Лондона, тоже показывает то же самое, но вот просто в Англии начали этой проблемой как-то задумываться о ней 60 лет назад. У нас это сейчас пришло, и для нас такой сюрприз. О, надо же, столкновение городов автомобилей. Значит, это приводит к тому, что автомобили начинают заполонять с собой все пространство, они начинают проколаться везде, где можно, они начинают ездить, там, улицы расширяются, они стоят в огромных пробках. Вот это, опять же, Копенгаген того времени, то есть, вот, посмотрите, сколько людей, какое пространство занимают пешеходы, да, вот только на этой фотографии, там, какое количество людей идет по тротуарам, и какое количество, вот там где-то видна еще одна машина, и как распределена площадь улицы, да, для машин, для людей. Потому что, когда пришли машины в города в первое время, городские власти и вообще, там, транспортная наука, они понимали, что делать с этой новой ситуацией, да, вроде раньше все как-то строилось, города были удобными, а теперь надо как-то еще и машины разместить. Это везде происходит, вот это Алжир, например, да, то есть, та же самая проблема. Две части мира, которые столкнулись с этой проблемой намного раньше, чем сейчас, да, если Алжир, там, и мы столкнулись с ней сейчас, то Америка и Европа столкнулись с ней в 30-х, 40-х, 50-х годах. Так вот, в Америке и в Европе эту проблему стали решать по-разному. В Америке эту проблему захотели попробовать решить масштабным дорожным строительством и строительством парковок. Это город Лас-Вегас, близкий мне по моей, значит, предыдущей деятельности, поэтому большинство фотографий из Америки оттуда, но на самом деле так выглядят все американские города. То есть, они стали пытаться расширять дороги, строить большие развязки, строить огромные паркинги и пытаться решать проблему большого количества автомобилей в городах с помощью увеличения автомобильной инфраструктуры. Вот так выглядит там достаточно обычная городская улица в Лас-Вегасе. Вот это кафе, то есть кафе в том виде, в котором мы привыкли. В американских городах там либо отсутствует, либо присутствует в очень ограниченном количестве мест. А так у них кафе, это вот ты приехал и поставил машину, и пошел, и есть. Жалко, у меня тут нет фотографий фитнес-центра, где, значит, огромный паркинг, два эскалатора, и там они, значит, на велосипеде ездят внутри настоящим. Вот это обычный жилой район, даже вообще нет тротуара. В принципе, не предусмотрено, что кто-то куда-то может пойти и отправиться без автомобиля. Ну, иногда тротуар есть, но иногда он берет просто и кончается, потому что это какая-то несуразная глупость, что это тротуар какой-то. Но зато сразу есть инфраструктура для слепых. Если тротуар появился, то сразу лежит тактильная плитка. Вот так выглядит тротуар на городских каких-то магистралях, в обычных улицах. Ну, это, наверное, не очень приятное место, чтобы здесь куда-нибудь пойти. Вам вряд ли бы хотелось здесь пройти вот эти 100 метров, которые видно здесь на картинке. Как интересно пока? Вы что-то никак не реагируете ни на что? Или, может, к вопросам перейти? Нет? Просто, правда, вот такая молчаливая аудитория раньше мне не попадалась. Ладно, продолжаем. Значит, такая попытка решить проблему пробок приводит к тому, что города расползаются очень сильно в площади. Вот это площадь города Лас-Вегас, в котором живет 400 тысяч человек, а это площадь города Москва, в котором живет 12 миллионов человек. Он меньше. Ну, тут я не взял все 12 миллионов, что-то там чуть-чуть у меня не захватились, там, наверное, Митина и еще там Бутова. Но, ладно, 10 миллионов, да? А здесь 400 тысяч, площадь больше. Это происходит из-за все той же проблемы, которую мы там видели на прошлых там слайдах, где показано, сколько площади нужно автомобилям, потому что если вы строите, значит, город для автомобилей, то он растягивается, по нему невозможно ходить пешком и по нему невозможно перемещаться на общественном транспорте, потому что общественный транспорт не может быть представлен ничем иным, кроме как автобусами, потому что вы не можете построить метро, так как в зоне доступности одной станции метро у вас будет жить 200 человек, и поезда будут ходить пустыми, и это будут очень неоправданно высокие вложения, вам нужно будет потратить в 10 раз больше денег, чтобы построить систему метрополитена, чем, например, в городе, как Москва, а ездить на ней будет там в 5 раз меньше людей. Поэтому можно строить только автобусы, и еще и запускать их редко, они начинают ходить там раз в полчаса, ну, потому что просто если вы запустите его раз в 5 минут, то он будет ходить пустой, тоже слишком большие затраты. В результате, чтобы на машине приехать вот из жилого района Лас-Вегаса в центр, вот он занимает 15 минут, а чтобы приехать на автобусе, это занимает 1 час 6 минут. То же самое, та же самая территория. Это приводит к тому, что люди не ездят вообще без автомобиля, они начинают ездить исключительно, то есть больше машин, больше дорог, больше машин, больше дорог, это такой замкнутый круг появляется. В городах становится уровень автомобилизации 600-700 машин на 1000 человек, и мало того, они на них все ездят. То есть в отличие от Европы, где уровень автомобиля пользования, то есть у них автомобилизация тоже может быть 600 машин на 1000 человек, но на работу каждый день ездят далеко не все из них, а иногда даже меньше, чем в Москве. Есть города, где там 15% жителей ездят на работу на автомобиле, при том, что у 60% жителей есть этот автомобиль. В Америке все ездят на автомобиле, потому что по-другому просто невозможно. Вы же не будете ехать час там, где можно ехать 15 минут. Неконкурентоспособна получается система общественного транспорта. Это все, в общем, приводит к тому, что нужно строить все больше инфраструктуры для автомобилей. Дома начинают выглядеть вот так. То есть первые там 10 этажей – это паркинг, следующие 10 этажей – это жилой дом. Центр города начинает выглядеть вот так. Это самый центр Лас-Вегаса. Это просто фотография из казино. Вот если вы, не знаю, видели в фильмах Лас-Вегас, то вот если посмотреть назад, то там будет вот вся вот это вот казино, фонтан и все такое, а сзади вот такой огромный паркинг. И это я фотографию – это 13-этажный паркинг. И я делаю фотографию с 10 этажа другого паркинга. То есть город начинает выглядеть вот так. Более-менее доказано всеми этими попытками решить проблему пробок масштабным строительством автомобильной инфраструктуры, что это сделать невозможно. Потому что город, который… Нет отсюда слайдов, но город, который больше всего этим занимался из всех американских городов – это Лос-Анджелес. Там 40 лет строили постоянно огромные дорогущие развязки и хайвэи. Сейчас по исследованиям американских транспортников является самым плохим городом в плане скорости перемещения по нему. То есть там больше всего пробок. Потому что просто больше машин, больше людей пользуются автомобилем. И это приводит к тому, что пробок просто становится… Даже эта огромная инфраструктура не справляется с тем количеством машин, которые начинают ездить. Это был один путь попытки решения этой проблемы столкновения городов и автомобилей. Второй путь был европейский. Там тоже сначала были популярны идеи о том, что теперь у нас новый мир, мы будем жить по-новому, мы будем строить города такие, чтобы по ним было удобно ездить на автомобилях. И вот это план, который сделал архитектор Ле Корбузье для города Париж. Это всерьез обсуждалось, то есть предлагалось снести весь Париж, вообще все бульвары, все дома, которые находятся на территории Парижа, именно самый исторический центр и все остальное, и поставить там 18-30-этажных башен, между которыми сделать вот такие вот дороги. Это должны были быть Елисейские поля. И вот это город будущего был, по мнению тогдашних городостроителей. К счастью, в Европе по этому пути вообще никакие города не пошли. Они стали развиваться по-другому, они стали решать проблему столкновения городов и автомобилей с помощью дестимулирования автомобильных поездок и стимулирования поездок на общественном транспорте. Стали строить такие транспортные системы, на которых может перемещаться, удобно перемещаться по городу большое количество людей. Города уже, понятно, не могли быть в радиусе одного километра, как это было раньше. Понадобилось как-то по ним ездить, но ездить по ним на автомобиле, если пытаться сделать так, чтобы по ним люди ездили на автомобиле, то мы видели, что получится, например, американских городов. В Европе пошли по другому пути и стали строить рельсовые транспортные системы для того, чтобы по городу было удобно перемещаться на общественном транспорте. Вот это город Кёльн, но во многих европейских городах можно найти такие трамвайные системы. Трамвайная система – это очень эффективная штука для того, чтобы по городу перемещать людей. Не такая трамвайная система. Во многих российских городах, в том числе в Москве, даже, кстати, тут на улице можно увидеть часто вот подобные трамвайные системы. Но, естественно, если не следить за инфраструктурой и не обновлять транспорт 20 лет, то он будет неудобный. Но это не меняет того, что вообще способ перемещения по городу на рельсовом транспорте, он лучше, чем на автомобильном. Сейчас через несколько слайдов будем говорить о том, почему это так. Ну, вот это еще пара примеров трамвайных систем. Вот это вот трамвайная система в Алжире, то есть многие, когда видят эти картинки трамваев из Европы, они говорят, что у нас этого быть не может, мы же не Европа, мы тут такое не можем у себя построить, у нас другой менталитет, у нас там кривые руки и все такое. Вот в Алжире почему-то все нормально. И вот эта алжирская система, эта система в Стамбуле трамвайная, также сейчас в Марокко такие строятся. Почему трамваи лучше? Потому что, чтобы переместить 30 тысяч человек в час, ему нужно примерно в 40 раз меньше площади города. То есть, если мы берем... Ну, вот это примерное сравнение площади, которая нужна для трамвайной системы для перемещения 30 тысяч человек в час в обе страны, и хайвея, который нужен, площадь хайвея, которая нужна для перемещения 30 тысяч человек в час в обе страны. Плюс еще, если вы перемещаете людей на автомобиле, им еще нужно где-то парковаться. То есть это еще требует площади около дома и около офиса. И в итоге получается, что в 40 раз больше площади примерно нужно одному человеку, который перемещается по городу на автомобиле. Кроме транспортных систем, о которых мы чуть-чуть поговорили, хотя о них вообще надо бы говорить намного подробнее, но тогда мы не уложимся ни в какие 40 минут. Еще это все... У этих всех изменений было еще несколько характеристик. Я вижу, что Илья у нас заскучал, и так посматривает на меня, что-то скукотища какая-то. На самом деле, нормально, интересно или пора закругляться? Хорошо, значит, тогда продолжаем. Кроме инфраструктуры общественного транспорта, о которой мы чуть-чуть поговорили, и о которой надо говорить намного больше, потому что там есть еще метро, которое очень важно, одними трамваями там все не решишь, и там есть автобусы, и троллейбусы, и, в общем, это мы пока оставим. Есть еще пешеходная инфраструктура, то есть, например, город Копенгаген, по-моему, в 65-м году. Это канал Ньюхавн, по-моему, он так называется точно. Значит, вот, как мы видим, это просто парковка для, сколько там, 60 примерно человек. То есть, вот если посчитать количество автомобилей, которые стоят на этой набережной, то можно найти примерно 60 штук. То есть, ну, так как понятно, что это не один человек паркуется и уходит, а несколько человек, то, ну, примерно 300 человек пользуются этой площадью в день для того, чтобы парковать тут свой автомобиль. В Европе стали брать такие места и просто ликвидировать парковку и делать, там, пешеходные зоны, например. Вот это то же самое место в Копенгагене через 10 лет, и теперь им пользуются десятки тысяч человек. То есть, если было вот так, то теперь вот так. Это изменение в сторону, то есть, когда мы говорим о столкновении городов и автомобилей, то это вот еще один пример того, что мы дестимулируем автомобили пользования и, в общем, дестимулируем людей от того, чтобы пользоваться автомобилями, и стимулируем их к тому, чтобы ходить по своему городу пешком, проводить там время, сидеть в кафе и так далее. Это делает сейчас не только... То есть, Европа делает это давно, и кто был здесь в европейских городах и в американских, имеет возможность сравнить, как они выглядят, и в каких из них приятнее находиться, или в европейских, или в наших. И вот это часть причин, почему. То есть, потому что там уделяется больше внимания тому, чтобы по городу было удобно ходить пешком, а перемещение по нему на автомобиль – это девятнадцатый приоритет, который, в принципе, ну... То есть, когда у них там возникает пробка, они просто убирают полосу. Если у них на трехполосной дороге есть пробка, то они убирают, оставляют две. И там остается пробка такого же размера, но появляется место еще и для велодорожки, либо для того, чтобы люди там пешком могли ходить. То есть, вот примерно такими способами там решали проблему пробок. Сейчас начинает по этому же пути идти и Америка, то есть, вот этот Тайм-скуэр, туда приехал вот этот датский профессор Ян Гейл из своего Копенгагена и говорит, «Чуваки, у вас тут по Тайм-скуэру людей много ходят, давайте-ка вы его закройте для движения автомобиля и сделайте там пешеходную зону». Ему говорят, «Ты чего, дедуль, ты давай в свою дань уезжай», и там такие проекты реализовывали. У нас тут Америка, у нас менталитет, мы на автомобилях ездим, это вообще Нью-Йорк, здесь по этому Бродвею, это главная транспортная артерия города, как это закрыть? А где же люди будут ездить? Как же быть? Вали, в общем, сказали ему. Но там есть общественные организации, которые, в общем, предложили ему все-таки не валить, а попробовать обосновать свою позицию, и они провели подсчет и насчитали, что по Бродвею в день проезжает примерно 40 тысяч человек на автомобилях, а пешком по тротуарам Бродвея, которые можно увидеть на той части, которая вот автомобильная этой картинке, ходят 400 тысяч человек в сутки. И они еще раз пришли к властям Нью-Йорка и говорят, понятный менталитет, все дела, но все-таки, смотрите, 400 тысяч против 40, может, все-таки вы тут что-то не так делаете? И они решили сделать эксперимент инновационный, значит, нанотехнологический, как там, модернизационный, и попробовать на неделю закрыть все-таки это дело от автомобилей и сделать там пешеходную зону сначала без всех этих зонтиков и стульчиков. И люди просто толпами туда стали ходить и были очень довольны, потому что это одно из самых интересных вообще в мире мест для того, чтобы проводить там время. И потом они решили этот эксперимент летом провести, на два месяца провели, закрыли, потом оставили еще так на год, потом еще на год, и теперь это уже осталось постоянно. Теперь Time Square выглядит вот так, а раньше это было просто автомобильной дорогой. Ну, это так очень в общем о том, какие есть темы для того, чтобы города становились более удобными, и почему какие-то города кажутся нам более удобными, какие-то менее. Теперь у нас возникает вопрос, а как мы хотим видеть нашу Москву, да? То есть мы хотим видеть ее вот такой. Тут у нас не хотят нам показывать, да? Вот такой, то есть это центр Москвы, в пределах Садового кольца, если мы попытаемся разместить в ней всех желающих приехать в нее на автомобиле. Каждая точка – это трехэтажный паркинг. Ну, мы можем поделить количество точек на… Это откуда исследование идет? Ну, это наши исследования городских проектов. То есть, ну, я сейчас не смогу привести цифры, как именно мы эти цифры получили, но у нас есть подробный пост об этом, где написано, сколько миллионов людей в Москве владеет автомобилями, и что будет, если они все поедут в центр, и как их тут разместить. То есть это научные данные, да? Я не могу сказать, что они научные, они вряд ли обладают свойствами научного исследования, однако это данные, основанные на количестве автомобилей в городе Москва и примерных прикидках, как их разместить в центре, если они все туда соберутся приехать. Количество людей, которые работают в центре, и, соответственно, что будет, если они все соберутся приехать в центр на автомобилях. Они, конечно, надо делать исследования посерьезнее, мы пока только начинающие общественные организации, у нас нет таких бюджетов, чтобы провести научные исследования на эту тему, прямо вот научно-научно, да? Поэтому мы пытаемся дать примерное представление. Может быть, этих точек должно быть на 10% меньше, но примерно можно понять, что тут будет происходить, если мы попытаемся разместить всех в центре, да? То есть, хотим ли мы вот город видеть таким, или больше не хотят нам показывать, каким еще может быть город. Да, все сбилось. О, значит, хотим ли мы наши спальные районы, да, видите, вот такими. То есть, если мы будем пытаться, опять же, проводить масштабное дорожное строительство, то постепенно мы придем к этой ситуации, и она все равно вся будет стоять в пробках. То есть, мы все равно не сможем сделать так, чтобы... даже это двигалось без пробок, потому что люди будут покупать больше и больше машин, и ездить на них больше и больше. Да, или мы хотим их видеть вот так, как мы видели в прошлый раз в Копенгаген, на прошлых слайдах, и Нью-Йорк, как сейчас. Значит, это решение принимается прямо сейчас. То есть, вот если мы посмотрим, например, на план реконструкции Ленинского проспекта, который сейчас происходит, и насчет которого мы недавно, вот вчера опубликовали свои предложения, то там именно предлагается строить больше и больше и больше дорог и эстакад, потому что там, видите ли, недостаточная пропускная способность дороги, и нам вице-мэр по строительству говорит, что надо строить дороги. Понятное дело, он вице-мэр по строительству, он не может говорить что-то другое, но мы можем подумать о том, что можно там сделать, чтобы все-таки и людей провозить, и городская среда, как это более-менее нормально осталось. То есть, вот здесь мы попытались показать это на этой картинке, которая плохо видна, и там нужно делать трамваи, здесь его не очень видно. То есть, если мы не хотим видеть город таким, как получились американские города, то нам надо проводить какую-то политику адекватную в мэрии для того, чтобы достимулировать автомобили пользования и стимулировать перемещение по городу без автомобилей. Так, ну тут есть у меня еще несколько, да, есть, пожалуй, еще одна важная тема, которую тут надо затронуть. Это качество. Качество городской инфраструктуры, ее влияние на то, какие в городе люди, и как они себя в нем чувствуют. То есть, если у нас инфраструктура вот такая, то нормальные люди, они просто сидят дома, они не выходят на улицу, и им не хочется проводить время на улице, и мы их там не видим. Люди начинают проводить время под мостом, и так как город не дает им никаких возможностей проводить время в других местах, потому что нет какой-то удобной инфраструктуры. Если у нас город выглядит вот так, то мы других людей видим на улицах, и у тех людей, которые хотят проводить время на улице, они дома, появляются какие-то другие занятия, которыми они могут на улицах заниматься. То есть, еще раз, если мы посмотрим на наш бульвар из первого, из самого начала этого рассказа, то есть, если он выглядит вот так, то на него никто никогда не придет, кроме тех, кто вынужден, ну, не вынужден, а кто в любом случае будет гулять, какая бы инфраструктура ни была. То есть, это люди с колясками, либо люди с собачками. А если у нас бульвар будет выглядеть вот так, это очень похожий бульвар в Копенгагене и по размерам по всему остальному, то тогда у людей будут появляться причины для того, чтобы туда приходить, и им будет интересно там проводить время. и они смогут прийти не только за тем, чтобы посмотреть доску почета, да? Это единственная точка притяжения на этом вот большом дорогостоящем бульваре в районе Строгино. Никакой другой нет. А им будет приятно просто выйти на улицу и там посидеть. И тогда изменится восприятие города. Нами, то есть, сейчас многие сограждане, да, считают, что в наших городах живет сплошное быдло. Что вот если мы поставим скамейку, ее обязательно разломают, ее затопчут ногами, ее вандалы испортят, и вообще на ней обязательно поселится бомж. Поэтому лучше скамейку не ставить, так считают сограждане. И это мнение переносится на городские правительства, которые идут на поводу у сограждан и действительно не ставят лавочки. И у нас в городах нет лавочек, и нет общественных зон нормальных, потому что у нас люди считают, что они только бомжами используются. Это почему происходит? Потому что в результате вот такой вот инфраструктуры у нас нормальные люди на улице проводят время исключительно во время быстрого бега из дома в метро, либо из дома до машины. Бомжи и прочие асоциальные элементы, они на улице проводят все время, которое там, если они бомжи, то они проводят там все время, а если они там хотят выпить водки и валяться в луже, то они проводят там достаточно длительное время, независимо от того, какого качества лавочка. И поэтому если мы... Вот у нас инфраструктура такая, что люди бегут из дома в метро, то 300 человек нормальных, которые бегут из дома в метро, создает такое же восприятие города, как один бомж. То есть вот у вас бомж лежит у подъезда, и вы встанете и будете смотреть каждый момент времени, вам будет казаться, что количество бомжей нормальных людей примерно равно, потому что из этих 300 человек каждый раз один будет проходить мимо, они же не все вместе на улице, но один, и бомж один лежит. И вам кажется, ну, примерно 50 на 50, столько и бомжей, и столько нормальных. Поэтому куда еще лавочек поставишь, так будет два бомжа. Вот. И поэтому... А если у нас есть чего делать на улицах, и мы видим на улицах больше нормальных людей, то тот бомж, который там есть, его никто вообще не заметит, потому что он будет один из 50 человек, которые проводят время чем-то занимаясь, и это очень хорошо можно увидеть по парку Горького, да, сейчас, какой он был и какой он сейчас стал. Ну, это примерно, значит... На самом деле, это не просто так взялось, это когда я ходил на выборах и собирал подписи, то примерно вот когда звонишь в двери, примерно вот в 5% дверь открывает такой человек, которого не хотелось бы видеть вообще нигде, на улице или еще где бы то ни было. А на улицах восприятие их вот такое, да, то есть, и это именно происходит, потому что нормальные люди на улицах проводят намного меньше времени. Еще одна тема очень быстро, перед тем, как перейдем к части, как на самом деле всего этого пытаться достичь, что у нас, и зачем мы устроили городские проекты, это влияние физической инфраструктуры города на, в общем, поведение людей, безопасность в нем и разрешение некоторых городских конфликтов. То есть, если у нас двор выглядит вот так, то кто в нем главный? Дети и пожилые люди, которые идут к детской площадке, или автомобилисты? Очевидно, что автомобилисты. Здесь вся инфраструктура показывает, что человек с палочкой, который идет на детскую площадку, он должен оглядываться, не едет ли чел на автомобиле. Если не едет, тогда может пройти. А когда у нас инфраструктура такая, то все наоборот, да, то есть, здесь уже автомобили оглядываются, нет ли людей, едут очень аккуратно. Если показать это на небольшой такой визуализации, то если у нас инфраструктура такая, то здесь главный автомобиль. Все должны остановиться и пропустить автомобиль. Если мы очень просто и дешево, для этого вообще нужно только политическое решение, больше ничего не нужно. Меняем инфраструктуру на вот такую, то здесь уже четко понятно, что главное здесь пешеход. И здесь приоритет нужно отдавать им, и автомобиль должен очень внимательно смотреть, нет ли пешеходов. И это у нас автомобили во дворах мешают людям ходить не из-за того, что ими управляет быдло, а из-за того, что просто такая городская среда. Ну или вот пример с трамвайными остановками. Если мы делаем трамвайную остановку такую, где из трамвая люди выходят прямо на дорогу, то у нас будет очень много конфликтных ситуаций в городе. Не потому, что автомобилями управляет быдло. Вы хоть 125 раз напишите в ПДД, что они обязаны остановиться перед трамваем, человек может просто не заметить. Не потому, что он нехороший, а просто потому, что это не сразу очевидно. А если вы приподнимаете чуть-чуть тротуар в том месте, где остановка, и делаете светофор, который включает трамвай и дает возможность людям перейти, когда он подъехал, то у вас сразу намного меньше конфликтных ситуаций, намного меньше опасности в городе, и город становится намного лучше. Что с этим всем делать? С этим всем делать, только идти в политику и пытаться это изменять. И вот я попробовал и пошел в муниципальное собрание. Ну, я сейчас буду, я уже год в муниципальном собрании, я это называю муниципальный ад. И сейчас я буду писать пост, я хочу еще писать статью в газету районную с отчетом годовым, и она, если мне там дадут возможность такое написать, будет называться «Боль и пустота». Потому что там сидят вот такие люди, им просто вообще ничего не нужно, их абсолютно ничего не интересует, кроме того, чтобы попилить какой-нибудь бюджет, если он свалился, но и то не всегда, в основном их интересует просто сделать то, что сказал дядя начальник, и чтобы он, не дай бог, не поругал. И им рассказываешь все эти вещи, а они смотрят на это очень осторожно, потому что они не понимают, что это такое. То есть, когда вещи обоснованы не тем, что начальник сказал делать так, а с какими-то учеными съездил, поговорил, и какие-то научные данные приводят, и что-то там считает и исследует, то для них это вообще неестественно. И постоянно пытаются утянуть в разные направления, да? Вот здесь непосредственно на этой фотке мне предлагают пожертвовать 60 тысяч рублей на высадку сирени в районе, а не заниматься всякой фигней, о которой я вам тут рассказываю. Почему? Сирень – хорошее дерево. Сирень – хорошее, конечно, но когда у вас в районе второе самое популярное место для гибели жителей под колесами автомобилей, это место непосредственно над подземным пешеходным переходом, то, в общем, надо заниматься подземным пешеходным переходом и его ликвидацией, а не сиренью. И, в общем, ну, муниципальный ад. Я пытаюсь что-то там делать, пытаюсь выступать. После декабрьских событий, которых вы, конечно же, все все знаете, позапрошлого года, в муниципальном аду стали появляться союзники. Вот это тоже депутат, который независимо попал от меня в это муниципальное собрание, и это тоже депутат, который давний щукинский оппозиционер. То есть там есть какие-то люди, которые союзники, которые понимают, что это все надо решать логично, но их там очень мало. В основном там те самые жулики и воры, которые, значит, сидят и делают свое гнусное жуликово-воровское дело, и их совершенно не интересуют все эти, значит, делишки, о которых мы тут с вами говорим. Городские проекты мы с Ильей создали для того, чтобы попробовать все это реализовать в жизнь, потому что кроме того, что я рассказал, у Ильи есть еще огромная куча знаний на эту тему, которые он собрал, посетив один миллион государств и два миллиона городов. Там еще пока во всех странах не побывал, но вроде как приближается к этому. А еще он профессионально, имеет образование архитектора, и поэтому, в отличие от меня, может что-то более конкретное предлагать, и мы это можем пытаться реализовывать. И вот мы создали городские проекты, чтобы пытаться переводить все эти концепции на русский язык, доносить их до людей, доносить их до наших союзников, а потом с этим все мы вместе с нашими союзниками пойти в политику, пойти на выборы, выиграть их и, собственно, взять власть и все это реализовать. То есть задача не в том, чтобы посоветовать дяде начальнику как правильно, а задача в том, чтобы отправить дяде начальника на пенсию, занять его место и реализовать все это самостоятельно. Ну, что, кратко про предложение городских проектов, которые нам удалось. Ну, во-первых, вот просто как есть и как должно быть, ну, так очень кратко, то есть вот это мы провели там социологические исследования людей с колясками и по результатам этого выпустили большое исследование, это картинки, то есть как есть и как людям хотелось бы и как бы им было удобно. Причем это все реальность, это не просто мы придумали, так и есть. То есть вот мы видим прямо вот непосредственно переход через дорогу на том самом месте, которое занимает второе популярность в районе по, значит, гибели под колесами, вот переход людей через улицу, потому что подземный переход им не годится. Ну, или вот исследование на Тверской улице, которое мы провели, провели наши волонтеры, и мы его оформили в более-менее понятный вид, где мы предлагали убрать парковку с ртуаров, посчитали, что 183 автомобиля находятся на территории от Пушкинской до Охотного ряда, при этом там примерно 40 тысяч человек в день не ходят пешком. И, опять же, это очень странное распределение тротуара, когда у вас 75% тротуара используется под парковку, которая пользуется 183 автомобиля в день, примерно 600 человек, ну, или там 700, а 25% оставшейся тротуара используется 40 тысячами пешеходов. И это, как ни странно, приняли, потому что мы сделали презентацию этого всего дела вице-мэру Лексутову, вице-мэру по транспорту, который адекватный, в отличие от многих в правительстве Москвы, там есть несколько адекватных людей и департаментов. И он это представил мэру, еще мы подготовили большой доклад на эту тему и сказали, что будем раздавать его жителям, и что, может быть, им стоит уже сейчас это все сделать, потому что все равно придется. Вот. Ну, и действительно, вот ситуация была вот такая, да, а сейчас она вот такая. И это уже намного лучше. Конечно, должна-то она быть вот такой, и это очень несложно. И вроде как, кстати, даже и к этому сейчас собираются прийти, то есть сейчас недавно мэрия опубликовала план об озеленении Тверской, как раз что-то подобное там подразумевается, и это здорово. И вот это одна из вещей, которые сделали городские проекты, и которую удалось добиться. Хотя, конечно, это все, в общем, то есть это хороший показатель и хорошая мотивация для сторонников, но реально все это исправить можно будет только, когда мы возьмем власть, потому что, посмотрев, пройдя 50 метров от вот этого самого места, где все исправили, можно увидеть вот эту картину, на которую по-прежнему всем наплевать. и никто ее не собирается исправлять и сейчас. Ну, еще одна вещь, которую нам удалось сделать в Щукино, это вот раньше зона около метро выглядела вот так, то есть, опять же, автомобили уж разве что прям не заезжают непосредственно в переход. То есть парковка практически везде. Мы предложили, и префектура согласилась установить там столбики, и теперь это место выглядит вот так. То есть люди выходят из метро, и там нет припаркованных автомобилей, там раньше еще, кстати, стояли, вот как можно здесь видеть, джихад такси, да, то, что можно назвать, там прям там сходили такие люди с таким пузом, и, значит, компании вот этих вот водителей такси, которые чувствовали себя просто хозяем этих территорий, ты там проходил, ты, казалось, осуществлялся у них в гостях. Вот. Теперь этого не происходит, но вообще-то опять же, должно быть вот так. И даже вроде бы и это собрались принять, да, то есть префектура уже даже выделила на это деньги, но когда привели конкурс на проектирование этой истории, то его выиграл, выиграл организация, у которой в штате нет ни одного архитектора, и более-менее можно понять, что из этого теперь получится. Поэтому, опять же, это все, то есть, это все предложение, но реально что-то с этим удастся сделать, когда к власти придет какое-то адекватное правительство, не обязательно именно мы, то есть здесь речь не о том, чтобы именно там кто-то из здесь присутствующих стал мэром, здесь речь о том, что должен прийти такой мэр и такая Мосгордума, которой вообще все это интересно, а интересно не только огромные инфраструктурные проекты с закапыванием в землю большого количества миллиардов рублей, да. Ну, мы делаем и более крупные какие-то предложения, вот это вот мы вчера опубликовали, но я здесь не смогу его подробно презентовать, это предложение скоростной трамвайной линии на Ленинском проспекте, да, где сейчас вот есть газон и можно там проложить трамвай и провозить до 18 тысяч человек в час по этому проспекту, а мэрия собирается строить там огромные развязки и автомагистраль. Ну, вот примерно, чтобы все то, о чем я тут рассказал, реализовывать, мы создали городские проекты и вот какими-то такими путями, как мы тут пишем, мы пытаемся этого достичь. Ну, что? Коллеги, есть у кого-нибудь вопросы? Уже привыкли? О, пожалуйста, первый вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Давайте микрофон, может, или как? Я слышу, наверное, слышу громко. Ну, для трансляции я повторю просто вопрос. Да ну, ты так микрофон звучишь, очень радует то, что вы в работе городских проектов опираетесь на исследования, да, то, что идут попытки именно придать научность вашей деятельности. Я считаю, что это очень важный момент. Это полностью отсутствует в текущем процессе принятия решений в городе. То есть, сейчас, когда речь идет о том, чтобы построить тоннель за 72 миллиарда рублей, то решение принимается так. Мэр подходит к карте, говорит, хочу тут, чтобы не было светофоров, ни одного. Ему говорят, это, господин мэр, тут же надо под метро рыть, там, типа, вот две метро, два тоннеля и еще другие. Хочу и все. Ну ладно, значит, 72 миллиарда. Ладно, есть. И так принимаются решения. Конечно, хотелось бы, чтобы происходили исследования. Это пока про Лужкова, но и Собянин принимает решение похожим образом. Ну вот вопрос, собственно, про Ленинск. Представьтесь, пожалуйста. Да, Вячеслав. У меня два вопроса. Первый про Ленинский, а второй про парковки. Вот вы говорите про скоростной трамвай на Ленинском, что его можно проложить по газону. Но вот я просто живу в районе Ленинского проспекта. Там, где этот газон как раз начинается со стороны области. То есть, ну, на пересечении Кравченко и Ленинского. И, собственно, на пересечении Кравченко и Ленинского этот газон заканчивается почти... А, нет, он идет чуть дальше, но Ленинский там сужается. А второй раз он сужается в районе площади Гагарина. То есть, за площадью Гагарина разделительного газона нет. Там есть только узкая полоса и... Ну и по четыре полосы в каждую сторону. Вот. Ну и первое, до конца представляю, как там должен идти скоростной трамвай, то есть от площади Гагарина и до центра. Либо он там будет оборачиваться. Но с оборотом тоже сложности. Там под землей много чего есть. Ну, смотрите, это довольно частный вопрос. Я не могу сейчас сделать здесь презентацию нашего проекта по Ленинскому. Во-первых, ну, я могу ответить, что трамвай нигде не будет оборачиваться. Вернее, его там вообще не будет, потому что у нас пока Собянин мэр. Но если бы он там был по нашим предложениям, то он бы нигде не оборачивался, потому что он был бы двухголовый, как это, в общем-то, и принято делать. Он просто доезжал бы и ехал обратно. Что касается вот конкретных вопросов по трассировке, у нас большой экспертный центр. Я не могу ответить на частный вопрос по трассировке сейчас. Если вам интересно, мы можем это обсудить вместе в компании наших экспертов. Да, это было очень интересно. Просто вопрос у меня касающийся трамвая простой. Где он будет начинаться и где он будет заканчиваться, если он будет? Значит, он будет начинаться в том месте, где сейчас планируется станция метро Тропарева, по-моему, и заканчиваться он будет около станции метро Октябрьская. Около Октябрьской. Просто там же еще в районе Ленинского, насколько я знаю, планируют все-таки открыть движение по кольцу электричек. То есть и там, может, было бы целесообраз какой-нибудь пересадочный узел. Ну, может быть. Но опять же, я не думаю, что нам тут стоит уходить в частные вопросы, как именно и что делать на Ленинском. То есть здесь вопрос в принципе, что трамвай делать более эффективно и более градостроительно правильно, чем строить городской хайвей на территории текущей застройки, где живут прямо сейчас люди, чем пускать у них хайвей под окном. И это и более эффективно в плане перевозки людей, и более правильно в плане городской среды. А как конкретно строить трамвай? Ну, это, понятно, проектный институт должен работать. Это даже наших текущих экспертов не хватит. Но то, что он там вообще-то влезает, в принципе, это очевидно. Конечно, будут какие-то трудности, но их можно преодолеть, если об этом подумать. Ну, понятно. А вот еще хотелось спросить, а велодорожка? Вы вот планируете там делать велодорожку? Потому что сейчас я езжу на велосипеде там и в теплое время, годы, естественно. Я еще раз, во-первых, хочу отметить, что я пока не мэр, поэтому я могу хоть планироваться делать там велодорожку. Но мэр сейчас Собянин, он никакую велодорожку делать не будет, он хочет строить тоннель. Он не хочет велодорожку, ему надо тоннель строить, потому что ему, в общем, там удобней. Но вообще-то велодорожки это очень правильно, хорошая история. Есть у нас в городских проекте большая концепция развития велоинфраструктуры в Москве, и о ней, опять же, можно поговорить, но, опять же, я не думаю, что в таком формате, как сейчас, и тем более уж не про то, как именно вам ездить из дома куда-то на велосипеде. Ну, понятно. Про парковки давайте. Да, про парковки. Вот такой, ну, есть такой пример в миниатюре, я считаю, всех парковочных проблем Москвы, собранный, очень компактный, это если вы бывали, или кто-то из присутствующих бывал на кампусе МГУ. То есть, когда вы идете от метро-университета к любому из корпусов, то можно встретить просто все. В первую очередь, вот как в Щукино было, я видел на фотографиях, при выходе из метро стоит просто армия маршруток, которая стоит в 3-4 ряда, и пройти невозможно. А дальше, ну, а дальше, если мы пойдем в сторону этих, в сторону технических корпусов, там будут организованы хорошо парковки, которые заняты. А вот в сторону юридического и экономического факультета машины паркуются не в 2 и не в 3 даже, а в 5 рядов. Вот позавчера буквально сам считал. Вот вы не думали о том, чтобы прийти вот туда, посмотреть именно город? Нет, ну, смотрите, есть, опять же, у городских проектов довольно большая концепция, сейчас я пытаюсь найти этот слайд нужный, есть довольно большая концепция, что делать в городе с парковками. О, вот он. Значит, она, ну, там много есть, там есть 3 вида парковок, это перехватча парковки, есть, да, вот, значит, есть парковки около дома, где хранить автомобиль, есть парковки около места работы и учебы, как вы говорите. Ну, там, да, надо сначала разметить места, а потом передать администрирование и слежение и выписывание штрафов в муниципалитет, потому что ГИБДД не может всем заниматься, не справляется. Потом, да, тщательно следить за тем, чтобы, если кто-то припарковался, возможно сделать какую-то коммерческую структуру, которая будет следить за тем, чтобы парковочных нарушений не было, тогда их очень быстро не будет или будут всем выписываться штрафы. Потом эти деньги от штрафов и от платных парковок надо направить в местные бюджеты. Но, опять же, я не думаю, что я здесь могу сейчас, я могу, но я не думаю, что, опять же, тот формат, чтобы здесь описать концепцию, что делать с парковками. Я единственное попробую вот с помощью этого слайда объяснить, почему надо с ними что-то делать, почему они должны быть платные, да? Потому что, если мы посчитаем вот все виды стоимости, вот все, если мы возьмем одну поездку из дома на работу, на автомобиле, и посмотрим, что включается в затраты, которые несет либо индивидуально человек, который едет на автомобиле, либо город в виде ущерба и всяких разных проблем, которые с ним происходят, то вот мы видим, например, такую картину, да? То есть, ну, тут вот каждый из цветов, которые можно видеть, это отдельная затрата. То есть, если мы возьмем общественный транспорт, то там, ну, вот затраты это только билеты на автобусы, на метро, то есть, мы здесь считаем, что человек едет на автобусе до метро, и потом на метро до работы. И дальше строительство инфраструктуры и субсидий, и это вот более-менее вся сумма, которая требуется для того, чтобы там, одну поездку на метро совершить. С автомобилями, соответственно, затраты на бензин, автоамортизация автомобиля, налоги. Дальше строительство и обслуживание дорог, то есть, налоги покрывают часть этой суммы, но далеко не всю, примерно меньше 20%. Дальше парковка, потому что, если мы почитаем стоимость земли в центре города и какая часть из них идет бесплатно тем, кто быстрее ее занял, по принципу, кто первый встал в той этапке, то мы увидим, сколько реально стоит парковка городу, если мы попробуем это как-то превратить в деньги, то мы увидим примерно 400 рублей в день. На вскидку, естественно, это неточные данные, но что-то типа того. Дальше пробки, которые, значит, ущерб экологии, там, затраты на ГИБДД и управление дорожным движением, ущерб городской среде. Значит, если мы все это не считаем вообще, а считаем, что все должно быть бесплатно, а человек имеет свободу перемещения на автомобиле, значит, платя только за бензин, то у нас получается абсурдная картина, что ездить на автомобиле по городу становится дешевле, чем на общественном транспорте, хотя городу это обходится намного дороже. То есть эти столбики, они примерно пропорционируются, они выражают какие-то цифры. И этого быть не должно, и поэтому нам очень важно собирать деньги за парковку и, собственно, администрировать там парковочное пространство. То есть это важно не потому, чтобы нам неприятно видеть, что кто-то паркует с третьим рядом, это надо делать потому, что у этого есть экономические основания, людям труднее перемещаться по городу, если парковка неплатная, по исследованию вот этого Дональда Шупа, которого я вначале показывал, который 40 лет изучает парковку, примерно 30% автомобильного трафика в центре города, там, которого он изучал, это люди, которые ищут место для парковки. И это там огромные затраты, если пересчитать их в стоимость времени у этих людей, которые, собственно, ездят на этих автомобилях и затраты, которые на самом деле реально несет город. Поэтому это важно администрировать. Но как именно это администрирует? Это опять же длинная история. И опять же, мы ничего с ней не можем сделать, пока у нас нет адекватного городского правительства. Хочу задать вот такой вопрос. Немножко уйти из плоскости городостроительства в сторону проекта городские проекты. Безусловно, на вашу деятельность требуются деньги. Вы занимаетесь фандрайзингом? Из каких источников пытаетесь набрать деньги на эффективную деятельность компании своего проекта? Это хороший вопрос. Вообще, так как организация общественная и независимая, большинство общественных организаций, которые есть сейчас в России, они на два более-менее типа в плане денег делятся. Либо те, у кого денег нет, но они очень независимые, они делают все с помощью волонтеров и не привлекают ни экспертные центры, ни профессионалов, никого, но зато они независимые. Из-за этого они очень странные предложения часто выносят. Либо полностью зависимые и реализующие чью-то политическую волю, купленные, но с деньгами и имеющие возможность привлечь профессионалов. Что-то среднее, а настоящая общественная организация, которая была бы независимой, ее деятельность бы оплачивали заинтересованные люди, она в России практически в политических связанных с политикой вещах отсутствует. Они есть, собирают деньги для лечения детей, борьбы с раком, такие есть, а вот общественно-политических нет. Мы пытаемся такую создать, мы пытаемся не продавать лояльность, мы еще не брали денег ни у кого за то, что мы поддерживаем что-то, мы поддерживаем что-то только если наш экспертный центр говорит, что это правильные наши эксперты. Но мы пытаемся собирать деньги двумя пока основными способами, это коммерческие рекламные спонсоры, которые дают деньги, потому что им интересно быть связанным с этим проектом и рекламироваться в блогах. И, собственно, сбор денег с наших союзников, который пока идет туго и которого не хватает даже на оплату административного аппарата, который у нас есть, не то, что на работу экспертного центра, но это надо очень долго и постепенно менять, потому что в России нет такой вообще практики, люди не верят в эти организации. Вот Навальному удалось это поменять, у него получилась хорошая общественная организация на основе пожертвования. Мы хотим и будем пытаться идти тем же путем, довольно трудоемкая штука, мы будем этим заниматься и надеюсь, что что-то из этого выйдет. Коллеги, в аудитории еще есть вопросы? Так, давайте, тогда один из аудитории и потом вопрос из интернета я задам. Ну, кто первую руку поднял? Давайте вот молодой человек, вот барышня тогда. Здравствуйте, меня зовут Юлия Понтус, я бы хотела задать такой обывательский вопрос. Вы нам показали очень много разных городов Европы и Америки. Какой город среди тех, которые вы посетили, наиболее приспособлен для жизни пешеходов, на ваш взгляд? Спасибо. Ну, это, наверное, Копенгаген, но, опять же, я их посетил недостаточно, чтобы здесь что-то... Может, у Ильи лучше спросим? Тут Илья больше... Давайте у Ильи спросим. Отдельно включается? Не, ну, в принципе, все европейские, ну, если брать Западную Европу, все европейские города, они очень хорошо приспособлены для жизни пешехода и жизни без автомобиля. Думаю, любой из вас, кто приезжал в Европу... Я в Европе, когда я нахожусь в городах, имени это необходимости сколько здесь, я никогда не беру машину, у меня никогда не возникает необходимости в машине, я спокойно передвигаюсь по метро, на метро, пешком, на трамвае и так далее. И ни разу я не испытываю неудобства. У меня никогда не было проблем в Лондоне, там даже удобнее, и мысленника не приходило, как мне плохо без машины. При этом в Москве я наоборот думаю, что сегодня без машины не могу, потому что мне надо поехать в три места, с нашим общественным транспортом крайне неудобно. Сегодня опять без машины сложно, потому что холодно и так далее. Поэтому как-то выделить что-то сложно. Есть города, которые для велосипедистов хорошо, например, Рамстердам один из самых идеальных для велосипедистов угородов, но это исторически у них так сложилось, что много велосипедистов, у них с этим своя история, но там настоящий рай, велосипедов больше, чем жителей. Там у каждого человека есть по два велосипеда, который один доезжает до метро, до электрички оставляет, потом на втором доезжает до работы и так далее. Поэтому конкретно я бы ничего не выделял, все города Западной Европы одинаково удобны для того, чтобы ходить пешком. А Латинская Америка? Ну, Латинская Америка она большая, есть Колумбия, есть там Венесуэла, несмотря на то, что рядом находятся совершенно разные города там, поэтому тут надо смотреть на конкретные страны. Где лучше, Венесуэле или в Колумбии? В Колумбию. В Колумбии есть много всего интересного, кстати, там в Боготии на каком-то этапе победил очень странный кандидат в мэры. Боготия? Боготия ударение на последний слот. Никто не победил очень странный кандидат в мэры, который провел избирательную кампанию с помощью того, что он оделся там. там, очень было много было всего интересного, но один из моментов был, как он оделся в костюм супермена и ходил по улицам города и в чем вел агитацию таким образом. А появился он вообще из того, что он был ректором одного из самых крупных вузов страны и в одной из студенческих демонстраций, на которой он должен был там выступать на сцене, а там студенты ему пытались не дать и он, значит, устраивали беспорядки, он вышел на сцену, значит, снял штаны, показал им задницу и ушел. Ректор. После этого был огромный скандал в Колумбии, его выгнали из ректора и он пошел в мэра и выиграл и сделал там очень много всего интересного и полезного, там, в том числе автобусную систему, которая там сейчас в стране смеления и, значит, много всего, ну, он ее начал делать, да, там, и много всего для пешеходной инфраструктуры с изменением там, практики дорожного движения, там разогнал всю городскую полицию, например, дорожную и нанял клоунов и мимов, которые ходили по дорогам и, значит, показывали, регулировали движение, потом нанял новую дорожную полицию, постепенно там вот так. В общем, там было много всего интересного, об этом тоже можно долго говорить, но это, наверное, одна из причин, что там намного удобней. Но, несмотря на все это, последние выборы мэра выиграл такой махровый популист, который пришел с лозунгами, что мы сейчас бесплатно на корме бедных, всем бесплатной парковки там и все остальное. И он с кем-то... Ну, это обычная история. Интересно, что у них вдруг произошло не так один раз. Да, но это была такая яркая вспышка, которая очень сильно Колумбию преобразила, поэтому, если у кого-то возможность будет быть в тех краях, заезжайте. Пришел из интернета вот такой вопрос. Я думаю, что, в принципе, мы уже почти два часа здесь сидим, но, может быть, один-два вопроса из-за аудитории. А вопрос такой, как с вами начать сотрудничать в качестве волонтеров? Час 10 мы сидим. А, час 10? Да, у нас еще 50 минут. А, ну, почему бы не посидеть тогда, да? Итак, как с вами работать, как начать вам помогать? У нас есть... Да, у нас есть твиттер, у нас есть сайт, где периодически появляются анонсы каких-то акций, которые мы устраиваем, либо встречи. Для начала можно просто прийти и посмотреть, как это происходит. Еще у нас есть районные филиалы. Это у нас сейчас 44 районных координатора есть, с которыми можно так или иначе связываться. В районах проходят исследования. И, ну, вообще периодически проходят всякие встречи, периодически идут всякие исследования. Мы вообще очень рады людям, которые приходят с нами работать, потому что чем больше наращивается круг сторонников, тем больше шансов, что реально что-то из этого удастся сделать. Поэтому заходите на сайт, да, заглядывайте в твиттер и присоединяйтесь к филиалам. И приходите. Проще всего заполнить анкету волонтера на сайте в разделе «Стать волонтером». Ваши данные попадут к нам, и когда будет та активность, которую вы отметите, мы просто пришлем вам письмо. City for people.ru это через четверочку. Отлично. Следующий вопрос. Вот молодой человек там. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я читаю вашего блога и хотел спросить. Илья, я читал твой блог, и там был пост про один твой день, где ты там должен был в налоговую пойти, куда-то еще, и ты что-то не успел, что ты успел сделать. Вот. И читаю Максима, и там смотрел пару видео заседаний этих муниспальных, у меня просто вопрос такой, как в этой среде вам удается сохранять такое желание, позитив, и желание вообще что-то менять, делать, доносить до людей, потому что, ну, если вы смотреть, то осталось только опустить руки, потому что, что Максим сидит среди вот этих людей, там, этих теток, которые листворяют просто всю русскую бюрократию, и что ты, как вообще тебе удается? Я, слава Богу, не сижу среди таких теток, и Максим, на самом деле, тоже хотел сделать небольшую ремарку, он зачем сначала всех испугал, посмотреть, как ужасно в моем муниципальном собрании, я напишу статью, которая там более унижения, или как там? Это более-более пустота, да, про, а потом говорит, ну, вы, конечно, идите в политику, после такой рекламы ни одному нормальному человеку идти туда не захочется, и будет стороной муниципалитет обходить. Я не знаю, как Максиму удается все это терпеть, я сушу, посмотрю на все эти видео, я бы никогда не пошел в такой муниципалитет, как у него, все эти интриги, это змеиное гнездо. У меня такого нету, поэтому мне удается сохранять. но ты же наблюдаешь ежедневно, даже, по-моему, сегодня был какой-то пост про люки, которые тебя ужасают. Про люки? Ну, не, ну, слушай, люки, это не, они не такие отвратительные, московские люки настолько отвратительные, как некоторые чиновники в муниципальных собраниях. И с люками проще что-то сделать. Но, значит, проблема с этой всей историей в том, что эти люди там сидят, и они что-то там делают, и они там сидят не просто так, а потому что у них там есть интересы, и они не уйдут оттуда просто так, потому что мы этим вообще заинтересовались. То есть, ну, то есть, вообще-то, многие свалили уже из-за того, что мы этим вообще заинтересовались. Мы, это мы с вами, не мы с Ильей, да? Когда сейчас набирались участковой избирательной комиссии в районах Москвы, то во многих районах просто Единая Россия не могла набрать исполнительную власть, не могли набрать кандидатов, потому что все те, кто привыкли фальсифицировать выборы и вот эти жулики со стажем, они сказали, что извините, мы не подписывались на то, что какие-то люди с айфонами будут бегать и нас тут разоблачать, а мы, это не по нашу честь. То есть, многие разбежались, но те, кто сидит на на самом деле каких-то деньгах, они разбегутся, они их могут только оттуда выбить. Чтобы их оттуда выбить, нужно, чтобы там появлялось больше и больше союзников. Ну и да, это в какой-то степени противно, но постепенно, вот, уже даже я прихожу часто в разные департаменты, в разные организации государственные, даже в прокуратуру и в другие такие структуры, и вижу там союзников. Когда я прихожу в прокуратуру и мне прокурор говорит, что он читает мой блог и знаком был с сутью дела, о котором я к нему пришел до того, как он его получил через прокуратуру, то это, и он примерно нашего возраста и все такое, это здорово, это постепенно все меняется, это все изменится не вот так, это никто другой не изменит, кроме нас, которые мы туда пойдем. Поэтому да, приходят сюда идти, и это иногда противно, но вот, если хотим что-то изменить, то да, надо с этим всем что-то делать. Следующий вопрос. Вот девушка первая подняла руку. Вопрос такой, на самом деле, все города, которые мы сейчас обсуждали, это уже города достаточно развитые, вообще есть ли шансы, может, как вопрос, такое предложение, не знаю, начинать с менее развитых городов, потому что Москве, ну, говорю о Москве просто потому, что живу здесь, у нас уже очень много проблем, и здесь действительно крутятся огромные инвестиции, это плюс, но и менять достаточно сложнее все. То есть, может, стоит начать с каких-то менее развитых провинциальных городов, там, отдаленных от Москвы, но все же, да, потому что там есть платформа, на которой, платформа, на которой действительно можно работать. Это первый вопрос, а второй вопрос, на самом деле, вот очень меня интересует вопрос с этими все-таки тетками, вот может, просто поделиться таким небольшим комментариям, вообще, что происходит, это какой-то метод подавления, или что, и какой-то есть шанс у молодежи, который сейчас растет и готовится, и который занимается непосредственно территориальным развитием и развитием инфраструктуры. Спасибо. Значит, про первый вопрос, я не исключаю, что лучше было бы начать с Костромы, или с Омска, или еще что-нибудь, но мы живем тут, и мы не хотим жить в Костроме, и поэтому мы занимаемся Москвой. Кто? Ну, мы с Ильей, да, то есть, и вы живете тут, да, то есть, я не знаю, хочется ли вам заниматься Костромой. По этой же причине мы больше занимаемся Щукино, да, потому что Максим Евгеньевич депутат Щукино. То есть, если смотреть на ситуацию в вакууме, то, может быть, и действительно лучше бы заняться каким-то другим городом, но мы тут, в других городах, может быть, возьмутся свои общественные организации, и если бы мы попадем когда-то в ситуацию, что адекватные люди окажутся у власти, и они предложат нам заняться каким-то другим городом, то мы и подумаем об этом, но, как бы, сейчас, когда мы выбираем, чем нам заниматься самим, мы выбираем то место, где живем. По поводу второго вопроса с тетками и подавлением, да, конечно, и как только вот эти люди, я не знаю, где у меня тут хороший был слайд на эту тему, во, значит, как только эти люди видят, вот тут просто все выражения лица, вот этот дядя с усами, это депутат Мосгордумы, да, и вот Князева, руководитель муниципалитета, то есть, они очень нервничают, нервничают, когда кто-то типа нас приходит в эти все структуры, потому что они не понимают, что с этим делать, люди пишут, что депутат заслуженный, значит, Касьянов, директор поликлиники, спит на заседаниях, он 20 лет спит на заседаниях, никто никогда об этом даже и не думал, куда писать, вот, в общем, они нервничают, и, конечно, они пытаются выкинуть нас оттуда всеми способами, которые у них есть, к сожалению, у них сейчас очень много есть способов, они контролируют, не они прямо, но, в общем, та структура, в которой они находятся, они контролируют силовые структуры, они контролируют все государственные институты, там, суды, вообще выборы, вообще все, кроме, может быть, адвокатов, да, это проблема, ну, если мы не пойдем, это и не будем менять, и не изменим, то это не изменится, и, естественно, никто нас туда не пригласит, и, конечно же, когда мы туда будем попадать, нас будут пытаться оттуда выкинуть. Следующий, вот, парень успел поднять руку. Большое спасибо. Максим, у меня к тебе такой небольшой вопрос, поговаривают, что в сентябре у нас будут проходить выборы в правительстве Москвы, мне кажется, тебе уже задавали такой вопрос, и, как бы, хотелось бы узнать про твои планы. Значит, в правительство Москвы. Выборы будут проходить, во-первых, в Мосгордуму в сентябре следующего года, во-вторых, выборы мэра Москвы в сентябре через год. Естественно, в мэры я не пойду, это смешно. Значит, по поводу Мосгордумы, я очень фиговый кандидат по многим разным причинам, начиная от, значит, моего покерного прошлого, заканчивая моей фамилией, да, и моей прической, которую я не собираюсь менять. Поэтому я не знаю, будем смотреть ситуацию ближе к делу. То есть, если будет, что нужно, чтобы пойти на выборы в Мосгордуму? Нужно примерно 50 миллионов рублей, либо где-то 2000 человек, которые готовы много работать над тем, чтобы ты там стал депутатом. Будет что-то подобное? Будем думать. Не будет что-то подобного? Будем поддерживать кого-нибудь. Ну, естественно, мы в этих выборах будем активно участвовать, потому что, конечно же, это тот путь, через который можно попробовать туда попасть. и Мосгордуму, и мэра. Может быть, будет адекватный кандидат в мэры, может быть, будет адекватная партия, может быть, еще что-то будет происходить. Ну, конечно, мы будем участвовать, непонятно, будем ли мы участвовать как сами, либо кого-то поддерживать. Пожалуйста. Нет, барыш, не будешь спрятать. Аля, здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Вот вы постоянно говорите про то, что нам нужно взять власть в свои руки, что нам нужно, ну, вы так скажете, что нам нужно активно идти в политику. Ну, то есть вы представляете себе, что если там, например, 10 человек, в кавычках, захватят Свиблова какой-нибудь, то там, ну, и начнут проводить адекватную политику, то граждане откликнутся на это. Ведь я недавно читал, по-моему, в московских новостях была статья по поводу высшей школы урбанистики, которые хотели там облагородить двор, и у них скверно это вышло, потому что практически никто из жителей района не откликнулся. Они стучали в закрытые двери, их, грубо говоря, там посылали, потому что все заняты только работой, учебой или чем-то другим, каким-то неинтересными вещами, а благоустраивать окружающую среду, городскую среду никто не хочет. Но в связи с этим вопросом, как относятся к этому жители Щукина, когда вы пришли, адекватный депутат, увидели ли вы, что жители Щукина хотят принимать участие в жизни района и так далее? А вот можно я кое-что наблюдение, которое я увидел? Я на это отвечу, а потом вы еще смотрите. А мне дадут слово? Дадут, дадут. Спасибо. Реально, практика два вопроса подряд неинтересна так, дайте по одному. Ничего страшного, что один человек. Потому что я, например, уже первый забыл. Нет. На самом деле, я не знаю, что сделала Высшая школа урбанистики, поэтому я не могу именно это комментировать. Но вот практика того, что люди начинают считать, что они что-то предложат, а жители это подхватят и пойдут в своем районе делать, она совершенно неправильная. Людей в районах это не должно вообще интересовать, у них свои дела. Они занимаются теми неинтересными вещами, о которых Вы сказали. Они ходят на работу, они ходят учиться, они занимаются своей семьей. И последнее, что они хотят делать, это заниматься благоустройством своего района. И это так и должно быть, это везде так. Это просто периферийное совершенно дело для людей. А люди в некоторых случаях могут выбрать себе представителя, который будет этим заниматься, либо мэрию, которая будет этим заниматься. В политической системе, как у нас, они даже этого не могут, поэтому они сидят спокойно и пользуются тем, что есть. Они видят 25 припаркованных машин на своем пути перед метро, где они должны нырять в лужу, чтобы их обойти. Они считают, что так вот, ну, Бог дал такой город, приходится жить в нем. Они не видят возможности это вообще изменить. Это не они должны менять, это мы должны менять и те, кто, в общем, понимает, как это все работает и хотят изменить. По поводу взятия какого-нибудь Свиблова. Значит, вот сидящих в этом зале людей достаточно, чтобы провести как минимум одного, а может быть, несколько депутатов Мосгордумы. Находящихся в этом здании людей достаточно, чтобы выиграть выборы мэра Москвы, если они серьезно проведут избирательную кампанию. Это совсем все не сложные вещи. То есть все эти выборы этими жуликами и ворами выигрываются с помощью денежных ресурсов и купленных каких-то людей, которые, значит, ходят и агитируют, либо, значит, там, организовывают эти самые выборы. Если хорошо организовать работу людей, находящихся сейчас в этом здании, можно эти выборы выиграть, несмотря на все их усилия. Поэтому, конечно, одно какое-нибудь Свиблова, это бесполезно, потому что не дадут, да, потому что структура управления городом, она очень, как и страной, она очень центронаправленная, и ты ничего не сделаешь, захватив даже где-то местное самоуправление, захватив, а взяв на выборах, да, но если ты выиграешь мэра, либо если ты сильно, так сказать, ну, создашь давление, где понятно, что ты можешь выиграть мэра и даже его не выиграешь, или сильно создашь давление на выборы депутатов Мусгордумы, то весь политический ландшафт изменится, все подходы изменятся, уже нельзя будет игнорировать и этих людей, и эти идеи, то уже будет какая-то политическая сила, это уже не будут просто люди, которые ходят и говорят, а когда нас пригласят, а не выкинут ли нас, когда нас пригласят, это уже те люди, которые готовы пойти и взять, а не, причем не так пойти и взять, как иногда говорят на митингах, да, не пойти и захватить здание и что-нибудь там сделать, а пойти и взять на самом деле, создавая нормальные общественные структуры, И, конечно же, это будет иметь большое влияние, и много людей тогда попадет во власть, и много чего изменится. Пока это только начинается. Коллеги, вопрос. Девушка, давайте подходите. А пока парень поднял руку. А, ну давайте. Второй, да. О, народ мне дал слово. Но это просто ремарка, когда я ехал в метро сегодня, вы заметили, что там висит старая новая схема, и там повесили станции «Спартак» строящиеся. Ее постоянно какие-то негодяи закрашивают. Видимо, болельщики ЦСКА, может быть, какие-то другие ребята. Ну вот. И это, к слову, о теории разбитых стекол, которые, по-моему, писали либо у Ильи в блоге, либо, может быть, Артемий. Это известная история. Да, да, да. Ну, то есть, грубо говоря, для ребят, которые, может, не знают, что это, если там в доме все хорошо, чистые стекла, хороший двор, то никто не будет сорить. И хороший пример пар Горького, где никто ничего не ломает, и какое-то русское быдло откуда-то пропало, куда наш менталитет, ну и вот. И интересно, что, как только начали закрашивать станцию «Спартак», параллельно на станции «Динамо» стали закрашивать. Хотя станция «Динамо» существует с 30-х годов, и ее никто не трогал. Но тут вдруг все начали, ага, «Спартак», я уверен, это не фанатские какие-то терки, потому что иначе они бы давно уже за ее закрашивали. Это просто вот к слову о вашей теории. Спасибо. Ну, это милые городские шалости, ну, что тут сделаешь, тут уж так получается. Девушка. Здравствуйте. Кристина Попова меня зовут. Такой вопрос. Если я правильно поняла, то вы говорите, что менять городскую среду вы сможете только, когда получите власть, правильно? Да. А в чем тогда смысл всех исследований, которые вот сейчас делают городские проекты? Зачем это все? Взять власть. Ну, а механизмы какие? А механизмы какие? Если вы пытаетесь взять власть типичными оппозиционными методами, да, то есть прийти и закричать с трибуны «Все не так! Долой!», то никого это не интересно, никто не голосует. И вообще никто не поддерживает, потому что, ну, кому интереснее те, кто кричат «Долой!»? Никому. Интересны такие политические структуры и такие политические персонажи, которые сами что-то предлагают. Вообще-то еще интереснее те, которые сами что-то сделали, но для этого нужна какая-то открытая политическая структура. То есть хорошо бы, чтобы у нас губернатор какого-нибудь региона мог побороться реально на выборах, мог приехать Никита Белых и выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, и его никто при этом никуда не посадил, не убил и так далее. Ну, у нас нет такого. Поэтому, значит, те, кто что-то сделал, у нас отсутствуют в политическом ландшафте, но хотя бы, может быть, появятся те, кто что-то предлагает. Те, кто, значит, имеют какую-то конструктивную, позитивную программу и с ней идут, и хотят взять власть с ней и ее реализовывать. Не взять власть и прекратить безобразие, которое происходит, а это никому не близко. А взять власть и реализовывать то, о чем, в общем, ты говоришь. И для этого и все эти исследования, и все эти предложения. Мало того, если все эти предложения начнут приниматься текущей властью, то и хорошо. Значит, мы достигаем то, чего мы предлагаем и славно. Значит, какие-то из них смогут происходить без нас. Вот как на Тверской. Замечательно, что от охотного ряда до Пушкинской нет теперь парковок. Но всем понятно, я надеюсь, что текущая власть не может это решить, потому что от Пушкинской до Маяковской парковки остались. Вот ремарка про разоряющиеся магазины. На самом деле, когда я был в Копенгагене, и мы беседовали про пешеходные улицы, они мне показали вырезки из своих газет, когда они закрывали для автомобилей улицу Стрёгет. Там были сплошные статьи о том, что владельцы магазинов очень боятся, они супер против. Потому что почему-то владельцы магазинов считают, что вот это вот два парковочных места перед их магазином, это то, что делает их бизнес. На самом деле это абсолютно не так. То есть практика показывает, что улучшенная пешеходная инфраструктура и увеличенное количество людей, ходящих пешком рядом с магазином, приводит к тому, что магазин лучше развивается. Правда, может быть, не тот, который там сейчас стоит. Ну, понятно, потому что у нас пока по городу ходят нищеброды, а не нищеброды перемещаются на бензу. Ну, я не считаю, что у нас как бы... Я думаю, 50% здесь нищебродов получается, да? Кто пешком пришел. Больше, больше. Не, не, вопрос здесь нищеброды, не надо это переворачивать так, что люди поставили, здесь, может быть, люди просто молодые. Действительно, многие ездят на автомобилях, но это потому, что пешеходная инфраструктура плохая. Если она будет хорошая, люди будут ходить пешком. И общественный транспорт. Так что это такие страхи, они везде были. То есть во всех городах, где закрывали, на Бродвее то же самое, вот в Нью-Йорке они тоже боялись, что у них разорится бизнес. На самом деле бизнес, экономика этого района, она только улучшается. Действительно, может, меняются какие-то магазины. То есть если там был магазин ювелирный, да, который там только на Бентли, если приехать и купить, то там теперь станет кафешка. Но это, естественно, экономический процесс, тут нечего бояться, это нормально. Еще вопросы, коллеги? А там, по-моему, вы не закончили, нет? Ну, да, продолжение такое. А вот людей, которые тоже занимаются какими-то штуками, связанными с городской средой, ну, например, из высшей школы урбанистики, вы как воспринимаете, как конкурентов или... Нет, это все союзники. В целом это все союзники. Ну, я не знаю, какие у них... Я не очень плотно общался с высшей школой урбанистики, но я не знаю, какие у них взгляды на реализацию своих идей. То есть если они примерно совпадают с нашими... То есть бывают, знаете, как церковь, да, любая власть от Бога. То есть если организация, занимающаяся, значит, городской средой, будет придерживаться таких же позиций и считать, что она должна давать свои рекомендации, а уж власть там должна решить, и в политику она не лезет, то это периферийный союзник. Это все равно союзник, но не основной. А если эта организация тоже понимает, что надо идти в политику и пытаться прийти к власти для того, чтобы все реализовывать, то она союзник. И, естественно, она полный союзник, так скажем. Конечно, не конкурент ни в каком виде. Тут за что конкурировать-то? Вот девушка подняла руку. Меня зовут Елена Логинова, и у меня вопрос по поводу вашего проекта с обогреваемыми остановками автобусными. Поближе к микрофону. У меня вопрос по поводу вашего проекта с обогреваемыми остановками автобусными. Скажите, а вам не кажется, что он экономически несколько невыгоден? Потому что если устанавливать эти остановки по всей Москве, и брать на это деньги из бюджета городского, то получается, что платить будут все жители, а пользоваться будут далеко не все. Ну и плюс зимой это будут просто магниты для бездомных, что тоже не плюс. Значит, тут есть два аспекта. Во-первых, можно спокойно сделать так, чтобы за это платили только те жители, которые пользуются общественным транспортом. Для этого надо поднять цену билета. На стоимость, которая ушла или будет уходить на эксплуатацию этих остановок, это меньше 50 копеек, насколько мы прикидывали. То есть, это примерно такой масштаб. Это спокойно можно реализовать. Во-вторых, это можно и субсидировать, так как вы сказали, из-за, во-первых, незначительности стоимости в сравнении с транспортными бюджетами. Во-вторых, вторичными экономическими эффектами, которые могут прийти из-за того, что люди... Ну, там, правда, надо еще много чего модернизировать, вам совершенно недостаточно повесить одни обогревателя, надо еще выкинуть турникеты, надо еще сделать нормальную маршрутную сеть, нормальные выделенки и все такое. Но как часть мер по переводу людей в общественный транспорт, приглашению людей, чтобы они пришли в общественный транспорт, это имеет большие вторичные экономические эффекты. Город освобождается от пробок, и скорость перемещения по нему становится быстрее, поэтому это можно и субсидировать, как вы сказали. И ничего страшного в этом нет. Общественный транспорт, в отличие от автомобильного, он полезен для города, имеет положительные вторичные экономические эффекты, его можно субсидировать. Вот, а второй вопрос я забыл, потому что... А, нет, ну я просто добавила, что зимой эти остановки будут просто магнитными бездомных, да. Ну, об этой проблеме мы уже говорили здесь, то есть, да, ну, то есть, эта проблема может возникнуть, но это разве причина не делать что-то хорошее? Потому что можно не отапливать троллейбус, потому что может в него сесть бомж зимой. Да, далеко можно зайти с этими вещами. И эта точка протяжения будет далеко не только для социальных каких-то элементов, а еще и для обычных людей. Я думаю, что те, кто здесь, кто пользуется наземным общественным транспортом, думаю, что... Ну, подтвердят, что зимой им было бы намного комфортнее стоять под обогревателем. Не, ну бомж, который захочет зимой погреться, он будет в любом случае греться, либо в вагоне поезда, может быть, и он не будет замерзать, а новые бомжи навряд ли появятся из-за того, что там столько стало тепло. Это да. Коллеги, у нас остается время еще на два вопроса. Вот, вижу, парень поднял руку. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и у меня есть вопрос по поводу именно... Спасибо. По поводу именно массовости людей, которые знакомы с вашими идеями, то есть ваших сторонников, и того, как вы придете ко власти. Как бы опыт с координационным советом показал, что популисты, которые призывают там отправлять Путина косить борщевик, они всегда популярны даже среди весьма немногочисленных оппозиционеров в нашем обществе. Ну, то есть, вы же прекрасно понимаете, что люди, которые будут интересоваться такими узкоспециализированными достаточно темами, их всегда будет мало. То есть, по сути, вот этот проект «Прийти к власти», он несостоятельен не только в силу того, что сейчас у власти стоят такие люди, но и в силу того, что у нас такая оппозиция, и другой она быть не может. То есть, не кажется ли вам, что нужно как-то нарастить интенсивность привлечения новых сторонников за счет каких-то, возможно, новых инструментов. И, возможно, несколько по-другому сформулировать курс, а не прийти ко власти. Во-первых, это совершенно правильная идея, что нужно наращивать количество сторонников, и мы это активно делаем. То есть, мы постоянно делаем разные проекты, чтобы завлечь людей, заниматься этими всеми вещами. То есть, от волонтерства до районных филиалов и всяких выступлений. Только я не понял, почему повестка «Взять власть» здесь не основная. То есть, я не понимаю, как люди могут заниматься такими проектами, как, например, улучшение городской инфраструктуры, без понимания того, что конечная цель того, что они делают, это прийти и реализовать то, о чем они говорят. То есть, мне кажется, что это совершенно естественная конечная точка для такой общественной организации. Я не понимаю, как можно сделать другую какую-то конечную точку. Конечная точка, что ли, должна быть выйти с рекомендации мэру? Это хуже намного. Или какая еще? Пойти самим, как партизанин, нарисовать велодорожку, чтобы ее завтра встерли? Нет, возможно, как раз за счет медийного ресурса, который вы имеете, который вы расширяете, создать некие, ну, то есть, вот эти особенности медийного ресурса, что к нему будут прислушиваться те, кто власть, если он достаточно значительный. Это как это сейчас происходит? Вот именно к власти, как к власти, ну, как я понимаю власть, мне кажется, что людям, которые занимаются настолько узкоспециализированными вещами, как вы, вам не прийти никогда. Но вы можете очень сильно влиять на любую власть, которая, вне зависимости от того, какой она будет, насколько она будет к вам лояльна. Текущая деятельность, которая подразумевает взятие власти, она только, эта цель только полезнее для того, чтобы влиять на власть. С властью нельзя вести переговоры по типу, «Уважаемый дядя начальник, мы советуем вам и предлагаем сделать то-то». Потому что они вам говорят, что «Да, конечно, все правильно, мы обдумаем, обсудим, поставим в план 2018 год». А когда вы приходите к ним и говорите «Смотрите, вот вещи, вот мы их подготовили, вы можете с ними ознакомиться, завтра мы их раздадим 20 тысячам человек, а послезавтра мы, значит, раздадим это 100 тысячам человек». И вы подумайте, может быть, стоит вам что-то изменить в своей политике, они относятся к чему-то по-другому. С ними нельзя разговаривать с позицией, «Но это влияние на власть, это влияние, Ну, параллельно с целью взятия власти идет и естественное влияние на нее. Значит, по поводу узкоспециалистов, да, конечно, с этими вот просто тем, о чем мы тут говорим сейчас, власть там в стране не возьмешь, а в городе-то можно, потому что эти городские вопросы, они более-менее интересуют людей на выборах мэра. А что их еще интересует? Только те вещи, которые власть в городе как-то влияет на их, ну, на их, в общем, жизнь. А это как раз то, о чем мы тут говорим. Другое дело, что, конечно же, наши оппоненты начнут говорить, что они увеличат зарплаты и пенсии, сделают хорошо и автомобилистам, пешеходам, пенсионерам и врачам и учителям, и нам будет трудно. Но если у нас будет формироваться круг сторонников, которые будут хотеть и работать над тем, что вот произошло, то это просто может произойти. Если я как избрался в Щукино, сторонники, правда, платные, но неважно, на деньги собранные присланы сторонниками и мои личные, обошли квартиры, постучали в каждую квартиру, там, в районе, и сказали, что, ну, или в часть квартиры в районе, и сказали, что есть такой кандидат, и у него есть такие-то идеи, подумайте, не проголосовать ли за него. Если будет достаточно людей, достаточно денег, чтобы нанять таких людей, либо тех, которые бесплатно готовы это делать, чтобы это сделать на выборах более серьезных, так выиграем и более серьезные. Зависит от того, сколько будет сторонников, и не будут ли сторонники сидеть и размышлять, что все равно ничего не получится, наверное, ничего не выйдет, надо заняться чем-то другим. Еще вопрос. Сейчас можно? А что со временем-то у нас? Потому что мы-то без проблем. Ну, смотря как аудитория, я просто думаю, вы не устали еще, ребята? Нет? Давайте до семи посидим, там еще посмотрим. Еще раз вас спрошу, как самочувствие. Вообще аудитория у нас до восьми, так что можем хоть до восьми сидеть. Я без проблем могу тоже тут сидеть до восьми. Ну, и поспрашивайте, желающие всегда могут выйти, это уже не формат, это лекция. Те, кто устал. Я все... Представьтесь, пожалуйста. Марина. Я все о том, что можно сделать с властью, как с ней взаимодействовать и как туда прорываться, продолжая всю ту же тему. В общем, в Петербурге есть такие люди, которые занимаются тем, что капают власти на мозги, тем, что нам тут плохо, мы хотим сделать так-то. Называются они что-то типа красивого Петербурга. В общем, как вы думаете, этот способ более или менее может быть эффективным или это все-таки не то, что надо? Я не знаю, я, насколько знаю, их лидер шел в списке яблоков и не прошел или прошел в городскую думу. Я о них ничего не знаю больше. Ну вот, насколько я знаю, они там вполне себе преследуют политические цели, они вполне себе печатают и раздают жителям то, что они там наизыскивали. И это может действовать. То есть, ну, я тоже не очень знаком подробно. Я вот не знаю, прошел ли он там в думу или нет, но это может действовать, но для того, чтобы обсуждать конкретно, что там именно может действовать, надо, чтобы кто-то, один из нас был знаком с тем, что они делают. Поэтому так вот я не смогу сейчас подробно ответить. Ну, не знаю о том, что я пока слышала, что они пишут обращения во власть и якобы что-то там происходит. Мы тоже пишем обращения. Любые обращения. У нас больше ста писем за последние там несколько месяцев с разными предложениями. И что-то там действительно происходит. Потому что любое обращение, которое написано, у нас экспертный центр умеет это хорошо оформлять. То есть, у нас там кто-нибудь из районных филиалов, например, находит место, где нужно поставить столбики. Экспертный центр оформляет письмо в нужные государственные органы. Мы его пишем на моем депутатском бланке, который уже везде в мэрии узнают и знают, что на него не надо писать отписку. Когда надо, мы еще приходим в нужный департамент и говорим, смотрите, у нас тут блог, и значит, он за нами пушка, если еще стрелять начнет. Так что вы смотрите. Вот. И, значит, и да, происходит много чего. То есть, на все обращения реагируют, на такие обращения вообще активно реагируют. И мы это делаем, и хорошо, что они там это делают, и вообще все такие вещи с обращениями, они действуют. В общем, это круто. Да, да. Я бы хотел немножко Илью растормашить, потому что он как-то так вяло сейчас себя ведет. Илья, меня зовут Андрей, у меня следующий вопрос. У тебя в блоге огромное количество публикаций о твоих поездках в разные страны. Европа, США, ну, практически весь мир. Планируешь ли ты в ближайшее время какие-то экспедиции по России, ну, хотя бы вроде того, что Тёма Лебедев проводит, или в каком формате это будет проходить? Если ты планируешь и именно в формате экспедиции, будешь ли ты об этом писать, можно ли к тебе присоединиться, ну, и как бы вообще по России планируешь ли нет путешествовать? Спасибо. Мы с Максимом планировали этим летом проехать по нашим городам, не знаю, в какую сторону, маршрут пока не думали, но недели на две в формате, как мы примерно ехали по Европе, с остановками на несколько дней, с встречами, лекциями, осмотром достопримечательностей и акцентировать внимание на интересных для нас темах. Это, наверное, что-то такое будет, пока точно сказать не могу, но разговоры такие ходят у нас. Мы поедем куда-нибудь, Максим Евгеньевич? Читал твиттер, вы что-то, кстати, не так активно твитите, как обычно это происходит, может ли, не заняться. Ответил, да? Вот. Мне сказали, давно тянет человек руку. Так, здравствуйте. Во-первых, такая ремарка про автомобили небольшая, что человек, который передвигается на автомобиле, то есть человек должен двигаться, если он ездит на автомобиле, у него будут болеть ноги, спина и так далее, так что больше ходите. Вопрос следующий. Вот сейчас такой тренд, Максим говорил, что людям очень нравится борьба с коррупцией. Там вот у Навального целая финансовая организация, которая финансируется гражданами, все классно работает. И вообще, многие считают, что нужно бороться с коррупцией. Вот если мы с коррупцией поборемся, значит, вот там будет светлое будущее. Вы с коррупцией боретесь или у вас какие-то там другие взгляды? Спасибо. Значит, борьба с коррупцией не является главной целью нашей деятельности, однако, естественно, она везде, то есть это не борьба, а проблема коррупции, она везде, ну, с ней сталкиваешься. То есть, как с ней сталкиваешься в Щукино, когда занимаешься там любой деятельностью, связанной с муниципалитетом, вообще на каждом углу, так с ней сталкиваешься и в городских делах, когда департамент транспорта там предлагает уложить пешеходные зоны, а их потом укладывают так, что, собственно, невозможно по ним ходить. Поэтому это очень связанные вещи, то есть, именно вот непосредственно борьбой с жуликами мы не занимаемся, хотя наших союзников в этом деле поддерживаем, потому что это очень связано. Но практически любые наши предложения, это оптимизация затрат, и они все, будучи реализованными, так или иначе борются с коррупцией, потому что, если ты начинаешь строить трамваи вместо эстакад, то распилить можно намного меньше. И поэтому это, в общем, очень непривлекательная идея для текущих власти. То есть, вот как-то так. Прямо вот борьба с коррупцией это не цель этой организации. Да, мне просто надо идти, хотел всех поблагодарить, что пришли, очень было здорово, интересно. И Максим Евгеньевич, он сейчас расскажет все про захват власти, про борьбу с коррупцией, про то, кто во всем виноват. Уверен, будет очень интересно. Всем добрый вечер, меня зовут Сергей, я из города Сергеев-Пасад. Мы сегодня к вам приехали в гости с небольшой компанией людей, которым также небезразлична жизнь нашего города и много не устраивает. Ну, Саша, что нас не устраивает? Нас абсолютно все не устраивает, что происходит в нашем городе. И вот с недавнего времени зародилась такая идея, кстати говоря, из вашего проекта, наверное, создать свой проект «Город для людей», именно в городе Сергеев-Пасад. Мы очень много над этим думаем и работаем, и хотелось бы, чтобы вы поделились опытом, с чего конкретно стартовали, и первые ваши шаги, ведь не все знали сначала, кто вы такой, какие ваши мысли, и вы не пошли сразу, не поставили лавочку, к примеру, и сказали, что это круто. Ну, тут опять же очень длинная тема, про которую я недавно писал огромный пост, но если так кратко делать, то надо сначала понять, что вы хотите делать, потом понять, как, да, то есть вам сначала нужен какой-то экспертный центр, может быть, из каких-то ваших городских людей, которые понимают и транспортные, и инфраструктурные там проблемы города, и нужно создать этот экспертный центр, и для этого им нужно платить деньги, потому что без денег они не будут вас консультировать, а с деньгами будут с удовольствием. Значит, потом вам нужно думать, как это реализовывать, когда у вас выборы, какие, и если не выборы, то может вам стоит сделать какой-то медийный ресурс, который в городе будет популярен, может ли это стать блогой, либо районная, там, городская газета, не знаю, сколько у вас живет людей, но городская газета это очень недорого. Ну, а третья задача, чтобы все это как-то работало, нужно искать для этого всего финансирование. Ну, три таких столпа, это финансирование, эксперты и медийные ресурсы. Это три, и те вещи, которые вам нужно в первую очередь делать. Воспользуюсь административным ресурсом, сам задам один вопрос, который меня интересует. Сейчас много говорят о ВДНХ, о том, что вот парк многим не нравится, некоторым нравится, лично мне он очень нравится. Что вы считаете о текущем состоянии парка? Не могу ничего сказать, потому что мы никоем не занимались, а я в нем был один раз, когда покупал себе кота. Так что, вот. Ну, хорошо. Коллеги. Я вопрос по поводу трамвая на Ленинском проспекте. Как известно, в принципе, есть проблема, можно, в принципе, этот трамвай совместить со стакадами, пустить посередине стакад. В том числе, это создаст полностью беспарьерный проезд трамвая, но если мы это не сделаем, то создается дополнительная проблема. Например, трамвай на станцию метро и университет, он пересекает Ленинский проспект. Иногда трамвай там по несколько минут ждут, пока пропустить, потому что там, как видно, время намного меньше для пропуска транспорта, который перпендикулярен к Ленинскому проспекту. Получается, будут создаваться дополнительные заторы. Вот, к примеру, на проспекте Мира в конце 90-х было построено тоннель и стакады, там 11-й трамвай, где проезжает сверху. До этого он так же долго стоял, сейчас он спокойно проезжает над тоннелем и стоять практически не надо. А, например, в другом месте уже проспекта Мира, это где трамвай 7 пересекает, это рядом со станцией метро. Я тоже надо стоял, по-моему, полчаса или час, или, например, на Преображенской площади. Смотрите, не касаясь частностей, о которых, в общем, я думаю, что неуместно говорить на полную аудиторию, и многие из которых не очень знают, что и где здесь происходит. А вот, в общем, про Ленинский, про трамвай на эстакадах и про те вопросы, которые вы задали, я пригласил, у нас тут оказался в зале Иван Васин, это один из экспертов нашего экспертного центра транспортного, и он на это ответит лучше меня, поэтому, я думаю, что мы его тут послушаем. Добрый вечер всем. Смотрите, какая ситуация. Значит, по Ленинскому, Максим, есть вот эта картиночка у тебя, да? По Ленинскому прозвучавший вопрос был, что есть до улицы Кравченко разделительный газон, а дальше его якобы нет. На самом деле, на спутниковых картах видно, что он есть до Миклуха Маклая, но это не важно. СНИПы позволяют в данном конкретном случае говорить о зауживании магистрали, конкретно ее автомобильных полос, чтобы этот газон расширить до потребной ширины и пустить там трамвай. В том месте, где газон на Миклуха Маклая заканчивается, есть, собственно, три решения, все они понятны и просты. Первый вариант за счет расширения проезжей части сузив тротуары или полосы отчуждения до домов, оставить его также по осевой, что, в общем, понятно, по такому же принципу выглядят трамвайные линии, на необособленных улицах в Москве сегодня. Второй вариант это по западной стороне проспекта его проложить, третий по восточной. Технически они все одинаково возможны. Вариант же с проведением трамвая по эстакадам не вполне уместен с точки зрения экспертной группы, которая над этим работала, потому что не совсем понятно, а зачем нужна трамвая и эта эстакада. Вопрос, собственно, именно в этом. И это точно так же тогда ставится две задачи, выходит, и сделать бессветофорное движение, и обеспечить трамвайную линию. Хотя, на самом деле, не совсем понятно, зачем решать вопрос бессветофорного движения, если в углову угла поставлена необходимость обеспечить, прежде всего, пешеходную доступность. И вот на этой схеме здесь, может быть, не совсем видно, но вот в блоге у Варламова, который сейчас ушел, у него видна эта схема с кругами. Это круги обозначают пешеходную доступность от каждого конкретного дома этой трамвайной линии. Вывод, который был сделан экспертной группой, что примерно на половине вот этого все пространства между красной и оранжевой линией, то есть двумя линиями метро здесь, примерно половина пассажиров может фактически пересесть на трамвай, если он будет идти даже только до станции метро «Октябрьская», если с одним условием, что если он будет подвозить к радиальной линии, то есть к радиальной, разворачиваться буквально около Садового кольца, там и сейчас есть место для остановочного павильона. В продолжении этой же темы я хочу еще один вопрос поставить, которого горпроекты пока не коснулись. Это вообще всей судьбы Юго-Запада. Здесь есть одна серьезная проблема, которую я, как человек, который сейчас занялся в консультировании правительства Москвы по этому вопросу, они сами меня пригласили, Дептранс. Хочу вам рассказать, о чем вы пока не знаете. Известно, что Москва приросла двумя округами, новомосковским и троицком, новые территории, как их сейчас называют попросту. Так вот, там целый ряд компаний, включая, например, «Газпром», возводит жилье, возводит места приложения труда, и по самым смелым расчетам там будет жить миллион человек и работать столько же, а может быть, полтора миллиона человек. Это решение фактически принято самим мэром Собяниным, и здесь сложно спорить вот в условиях того, что мы говорим о нынешней власти, насколько это правильно. Вопрос, что с этим делать? Департамент транспорта решил проложить новые линии метро. Линии метро, которые они сейчас трассируют, и она по плану вводится в декабре 2019 года, выглядеть будет следующим образом, кто хорошо сориентировался в географии, тот поймет. Она идет из коммунарки, она проходит между станциями Соларьева и Тропарева, то есть, это те две станции, которые одна с одной стороны МКАД, а другая с другой стороны. Не имея при этом пересадки на нее, на Сокольническую линию, вот она здесь нарисована, это вот южная граница этого, юго-запонный угол этого рисунка. Она не имеет пересадки на станции Теплый Стан, проходя всего в 500 метрах от нее, и она дальше выходит через Очаково в Аминевское шоссе, то есть, вот такой вид имеет. Я покажу просто условно, вот такой вот. В то время, как она, по идее, должна бы иметь вот такой вид и идти в центр. Почему это сделано? Потому что Департамент транспорта сейчас, выполняя распоряжение Собянина, фактически говорит, что мы будем иметь перегруженную линию и не иметь возможности обеспечить пересадки на существующие линии, иначе все метро встанет. Если сказать с точки зрения реальности, вероятно, в Коммунарке не будет никакого центра крупного, действительно, настолько крупного, а если он будет, тогда, господа, надо вести как минимум четыре линии метро, если мы говорим об этом факте. Поэтому людей, которые могли бы объяснить и Департамент транспорта, и Собянину ошибочность этих решений, сегодня очень и очень мало. Если вы чувствуете все такие возможности, то у Максима есть мой телефон, и я вам скажу, как повлиять на это, поскольку встреча, которая будет решать, в том числе, с судьбой этого вопроса, состоится уже завтра. Департамент консультирует МакКинзи. МакКинзи видит свою, имеет свою точку зрения, это крупная консалтинговая компания и опирается в основном на нее. Но, господа, МакКинзи это не отечественная компания, поэтому от нее можно ждать очень много интересных рекомендаций. Например, предложено полностью снять весь троллейбус в пределах Садового кольца, это уже обсуждалось. Предложено полностью отказаться вообще от троллейбусного движения, то есть, заменив его на газовые автобусы в центре города, таким образом разрушается связь периферии с центром, что многие здесь понимают. Не предложено никаких внятных решений по реформированию метрополитена, поэтому уже пользуясь моментом, предлагаю здесь опять-таки всем, у кого есть знания в этом вопросе или уровня любителя даже, войти в ту группу городских проектов, которую мы сейчас создаем по метрополитену. Ну, я думаю, что я ее возглавлю, у нас есть несколько экспертов, которые я знаю больше 10 лет, они готовы с этим работать. Причем я хочу особенно подчеркнуть, я на самом деле никогда не называю себя экспертом. Мое образование фундаментальное, оно вот здесь за моей спиной написано, я окончил факультет логистики, то есть, специализация моя это цепи поставок, я занимался много транспортировкой, в основном коммерческих компаний, но это и оптимизация сетевых структур, оптимизация организационных структур, то, что мы сейчас будем делать с метрополитеном. Если у вас есть какие-то знания и предложения, обращайтесь напрямую, потому, что мы работаем напрямую с департаментом транспорта, то есть, фактически с начальником отдела, который отвечает и за рельсы перевозки в Москве, и за наземный транспорт. Кроме того, что вы работаете с департаментом транспорта, у нас еще есть и внешние медийные ресурсы, и другие разные возможности влиять на это принятие решений. Вот, кстати, я не знал, что завтра будет какая-то встреча, а то бы постик неплохо бы к ней выпустить. Ну, ладно. Это рабочая встреча, поэтому она не итоговая. Мы часто перед какими-то важными событиями в московской мэрии выпускаем постик на нужную тему, чтобы подтолкнуть там силы адекватности и дать им такую общественную поддержку. Ладно, давайте продолжим с вопросами. Если будут конкретные или вообще какие-нибудь темы про транспорт, метро или Ленинский, то Иван, я думаю, нам поможет. Тут в Твиттере пишут вопросы, и меня тоже это интересовало. Я слышал, что вы планируете заборы менять, которые я говорю, рождают газоны эти зеленые заборы. Как продвигается дело? Вы получили ответ из мэрии? Что-что? Вы получили там какой-нибудь ответ на это? Ответ пока не получили. Ответы обычно идут месяц-полтора на такие темы. Но, да, толкаем эту тему, что нужно, во-первых, вообще отказываться от заборов, потому что их слишком много. Во-вторых, там, где от них не отказываешься, нужно их делать черными, а бордюры, собственно, цвета натурального либо серого. Такие предложения были. Да, коллеги, давайте потихоньку завершаться. Последний вопрос. Давайте. Здравствуйте, Екатерина. Значит, следующий вопрос. Вы, насколько я поняла, очень много обращаете внимания на работу с машинами, какой вред они приносят обществу в таком наштабе, в котором они есть в центре Москвы и вообще в Москве. вы боретесь конструктивно, то есть, вы просто решаете убирать их и заполнять это какими-то парками, другими, не знаю, там, дорожками, еще чем-то. Не кажется ли вам важным, и я думаю, что кажется, то, что необходимо создать вот именно образ жизни человека, когда ему не нужна машина, чтобы машина у русского человека не считалась важным элементом престижа. На мой взгляд, это существует, могу привести пример. У меня одногруппница живет буквально 10 минут от университета в центре Москвы и каждый день ее доводят на машине до университета. То есть, возможно, я не читаю ваш блог, может быть, к сожалению, и не могу сказать, боретесь ли вы это, говорите ли вы какие-то идеи. Это вы не правы, я думаю, это совершенно... Я обязательно добавлю вас и буду читать. Хорошо. Спасибо за вопрос. Значит, есть такая проблема, такая проблема во всех бывших социалистических странах присутствует, когда у людей появляется возможность купить автомобиль, раньше это было супер престижно и вообще показатель какого-то иного класса людей, а теперь можно пойти и купить его за 3 тысячи долларов и он будет ездить, а за 10 тысяч долларов он вообще будет хорошо ездить, и более-менее многие очень могут себе позволить такую историю, то люди начинают его покупать, вокруг него начинают всякие создаваться не мифы, а то, о чем вы сказали. Ну, да, неплохо бы, опять же, неплохо бы вести компании, рекламные и социальные рекламные компании, чтобы пытаться показать, что это плохая идея пользоваться автомобилем для того, чтобы проехать 10 минут вместо того, чтобы пройти пешком. Ну, эта задача не главная, ну, может быть, и стоит это делать, но мне кажется, что это такой процесс, он сам по себе постепенно изменится, когда пройдет больше лет с момента того, как эта возможность у людей появилась, они начнут больше относиться к автомобилю, как к чему-то рационально, в общем, к нему относиться, а не как к вещи, которые вот вещи и все, и они даже не рассматривают возможность ездить на чем-то другом. Сейчас я, если мы заканчиваем, я тогда закончу тем, что вот мы тут много говорим о том, что к нам можно приходить присоединяться, и часто люди в конце таких встреч думают, что ну вот, а я, чего я буду присоединяться, я занимаюсь там чем-нибудь другим, и в общем, это не очень связано. Вот, на самом деле, интересно и полезно работать со всеми, и какая бы у вас там ни была специализация, если вы как-то хотите участвовать в этих всех движениях, то обязательно приходите к нам, заполняйте эти анкеты, или приходите, записывайтесь, и приходите участвовать в исследованиях, либо предлагайте свои какие-то мысли, и мы, может быть, возьмем их в оборот нашей организации, и предложим вам помощь экспертного центра, или будем писать письма, или еще что-нибудь такое. В любом случае, участие в этих всех вещах любых адекватных людей, которые понимают, вот как все это работает, это нужно, важно и очень полезно. Все, спасибо. Ну, спасибо, что пришли, коллеги. Я закончу. Просто хочу вам сказать, что в следующую пятницу мы проводим на Мяснинской встречу с депутатом Госдумы от Чуваши. Вот, если есть у кого-то интерес к Чуваши, приходите, послушайте. Депутат Алена Аршинова. Все, спасибо. Не я. Все добро, спасибо.